Хотел я начать с некой метафоры, метафоры того мира, в котором мы сейчас живем. И это поможет человеку, который с трудом представляет, что такое клепот, но на самом деле, что такое клепот, не представляет никто. До последнего даже плохо представлял себе я, и не могу сказать, что я до конца это понимаю. Не понимает это до конца и не Линда Фолориус, жмели живущих магов, которые всю жизнь, 55 месяцев свою колоду создавала. Нарад. И не понимают это, в общем-то, и практики прошлого, не так давно ушедшей, как Медгрант, относительно еще на нашем веку издававшей книги, и так далее. Потому что тема эта очень сложная, и тема ускользающая от нас. Дело в том, что мы живем с вами в очень странном мире, который, несмотря на то, что этот мир якобы является миром просвещенной реальности, как мы это себе сами представляем, да, а на самом деле это мир нежелаемого мракобесия. И в этом мире мракобесия, в общем-то, относительно средних веков поменялись лишь зеркала этого самого мракобесия. Я бы разделил это мракобесия на два, прям противоположные, так скажем, прям противоположные две жизненные позиции. Одна из них – это суеверные люди. Да, их стало сейчас меньше, чем их было в средние века. Но это не значит, что их заменили в мирный мракобес. Они могут исповедовать экзотерическую религию, боль-то, абсолютно любую. Там от православия до аудиизма или чего угодно еще. Это никак не связано, на самом деле, с мегаватерической позицией, с суеверенностью. Они могут быть и атеристами, они могут относиться к любому эзотерическому направлению. Более того, в эзотеризме, который смело такого рода эзотеризм нужно называть шизотерикой, а их особо много. Но достаточно посмотреть на тех людей, которые разводят тучи руками. И мне, как вам кажется, это отлично получается. Когда не получается, они найдут сотни причин, чтобы обосновать, почему это не произошло. Как раз магически будет это изучаться. Чудовый механизм. И с другой стороны, можно вспомнить знаменитую, в ныне крайне популярную ангелотерапию. Это такие люди, которые ангелов прикладывают к разному месту. Но этот ангел помогает от головы. Точная формулировка. От головы помогает правда. По крайней мере, ангелотерапия сама от головы шикарно помогает. Я застал еще тоже такую очень клипатическую жизненную ситуацию. Раньше на ярославском направлении в электричках продавали краснодарский чай от души. Мне все время подбивала идея купить его и попробовать. Помогает он. Но покупать в электричке как-то чай не хотелось. Поэтому я так и не узнал, помогает ли он от души правда или нет. Но есть ангелы, которые помогают. От поноса, от забора и так далее. То есть, если у вас какая-то проблема, вы приходите к такому человеку, вам составляют настоящие английские рецепты. Ну, и самое забавное здесь в том, что игнорируется не просто здоровый смысл. На самом деле, игнорирование здравого смысла подчас полезен. А игнорируется сама традиция. Потому что, простите, если мы возьмем этих самых несчастных ангелов, коих они прикладывают, это ангелы иудео-христианской традиции, безусловно. То, простите, это воинство Господне. И если мы посмотрим первоисточники, как эти самые ангелы, что они могут сделать, и какой ужас они несли людям, когда они с ними сталкивались, да, то достаточно хотя бы фразы, да, что начало мудрости страх Господень. И, в общем-то, ангелы, этот страх спокойно серии. Это чудовищные силы. Это именно силы Бога. И они не предполагают, что какой-то человек, который совершенно никак не хочет развиваться ни интеллектуально, ни духовно, прикладывает эти силы к себе в голове, простите, к жопе, или еще в каком-нибудь месте. И я в свое время застал как-то недалеко от Центрального банка в Сочи вырезку о енототерапии. Да вот я думаю, что енототерапия намного эффективнее, чем ангелотерапия, потому что, по крайней мере, здесь мы имеем дело с вполне, так скажем, задачей точно соответствуют способу их реализации. Человек хочет повеселиться, чтобы потрогали его эти енотики, но запустят его в клетку с енотиками, да. Там он поймет, что на самом деле даже енотик его может подрагать. Я уже не говорю об Архангеле Михаиле. С другой стороны, мы видим совсем другого плана мракобесия. Их мы условно назовем мракоборцами. То есть это люди, которые выплескивают вместе с водой ребенком. Они агрессивно настроены к любому упоминанию, оккультного или сакрального в принципе. И считают, что весь мир познан при помощи науки, из чего сразу вытекает, что сами они к науке не имеют ни малейшего отношения. А если имеют, то мне очень жалко ту науку. И соответственно относятся к науке как абсолютному ориентиру в мире их повседневной реальности. То есть ничего в мире скрытого нет, и они стоят на позиции критического, материалистического взгляда на бытие. И все, что в эту позицию не вписывается, все объявляется ересью. Обе позиции на самом деле представляют собой одинаковую мракобесную позицию. Я показал лишь крайности. Между ними есть миллионы всевозможных вариантов, оттенков. Как ЛГБТ+, они множатся до бесконечности. Сам по себе плюс, предполагает, бесконечное прибавление. И соответственно, ну, мракобесия по типу суеверия, в общем-то, объяснять не надо, почему мракобесия. Да, это обскурантизм чистой воды. А вот почему, как бы, там вся эта ангелотерапия, о которой я говорил, это селептическая позиция в чистой форме, когда человек абсолютно не видит ничего за пределами той иллюзии, которую он вокруг себя создал. Это очень ограниченный мир иллюзии. И он, в общем-то, его созерцает во всех своих красотах. И он действительно может верить, что там приложенный к какому-нибудь там месту Габриэль или еще кто-нибудь действительно помогает. Либо что он, правда, может разгонять тучи руками, да, целительствовать и поднимать мертвых. Но значительно сложнее объяснить, почему с пользой аспарантизм является позиция критическая. Ну, во-первых, потому что она делается, как мы можем легко догадаться, не во славу разума, а разка, и во славу сапу нет. Потому что люди эти перекладывают всю ответственность за выбор своего пути на так называемых ученых. Причем каких ученых, они не затрудняются всегда ответить. Для них это мир науки, это какой-то абстрактный мир доказанных истин. Если вы пойдете в любую науку, да, то там люди за голову хватаются, как чтобы оно пошло мне трещало. Ну, а здесь люди уверены, что все доказано, все познано. И они на совесть и выбор этих самых ученых сваливают свою жизненную позицию. Это удобно. И, естественно, это абскурантизм такого же толка. То есть те люди перекладывают ответственность, не знаю, на своих учителей духовных, гуру, этих ангелов, которых они прикладывают к разным местам, на божьи вмешательства и так далее. Другие перекладывают ответственность на якобы британские ученые доказания. Я уж не знаю, какие ученые доказали, насколько они ученые. Я всегда верю в то, когда подписано конкретное имя. Если можно прочитать ссылку способа проведения эксперимента. Не просто в эксперименте, а каким образом он проводился. Как известно, в результате проведения любого эксперимента мы получаем статистику субъекта эксперимента. А так как в ней эксперимента субъекта эксперимента не существует по определению, соответственно, эта статистика весьма условно работает. Поэтому это абсолютно такая же мракобесная позиция, тем более, что мы понимаем, что в естественных науках никогда не сняли задачи этическими позиции. То есть этическими задачами занималась либо религия, либо на худой конец философия. Но никогда не занималась естественное научное знание. Это не его проблематика. И когда человек всю свою жизнь выстраивает, ориентируясь на научное, якобы, знание, то это значит, что на самом деле он просто даже не хочет поднимать этическую проблему в принципе. А теперь, чтобы понятно было, к чему я в принципе к лаю, ибо у меня нет ни малейшего желания пинать и так мертвое, как говорил один умный человек, нет ничего худшего, чем критика худшего. Наикудшая, это критика худшего. Соответственно, я, в общем-то, поднял эту проблему не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы показать нечто очень важное. А что, собственно, такое критика? В своем 11-м семинаре, величайший психоаналитик 20-го века, Жак Лакам, в своем самом важном семинаре, будет его самым первым из опубликованных, а поднимает одну тему, которая в то время буквально шокировала всех. Поднимает тему взгляда. И он говорит о том, что взгляд является объектом. Более того, взгляд является объектом по преимуществу. Собственно, единственным объектом, который мы видим, является взгляд. Мы привыкли, что взгляд – это наш взгляд. Но Лакам отчуждает взгляд от субъекта. То есть взгляд оказывается единственным предметом, который субъекту дан любому опыте. Или почти единственный. Понятно, что мы не только визуалы. Со слухом все еще хуже, на самом деле. Потому что глаза можно, по крайней мере, закрыть. А полную деплевацию звука сделать вообще невозможно. Но здесь очень важно понять, а что, собственно, такое клепоты, почему они неизживаемы. Почему эта тема не будет никогда побеждена. Потому что все, что я вам показывал, то есть вот эти чудаки, которые разгоняют тучи руками, или которые ангелов к сердцу прикладывают, к почкам и так далее. И те чудаки, которые говорят, что нет истины, кроме той, которую они погуглили на каких-то якобы научных, а, скорее всего, научку ресурсов, все это взгляд. И когда мы увидим реальность, а ее мы никогда не увидим в чистой форме, но если мы попытаемся сравнить, некий объективный образ ее выстроить и сопоставить с тем, что видят эти люди, мы поймем, что они не видят ничего, кроме своего взгляда. Выйти за его пределы полностью нельзя никак. И самое страшное, что на протяжении веков эзотеризм, в общем-то, занимался именно формированием такого взгляда. То есть ключевая позиция эзотеризма – целостность. Вот целостность, если угодно, это и есть крылья. Я вам сейчас покажу образ, собственно, как выглядела клепатическое древо изначально. Ну, по крайней мере, в этом облаченое, как я, я его сам вот нарисовал, чтобы не пользоваться чужим рисунком. Вы видите, что помимо, собственно, сферот, обычного древа жизни, оно заключено еще в единый круг. Вот если угодно, если эта метафора для вас будет понятна, то это и есть тот самый взгляд. У каждого человека его опыт, контекст, с которым он связан, время, в котором он живет, язык, которым он пользуется, это язык какой страны, будет определять ту форму взгляда, которая есть. И эта форма взгляда не нами выбирается. И единственное, что на самом деле человек может сделать, это попытаться из этого взгляда увидеть некие расколы, просветы, несотпадения. Таким образом, именно вот эти расколы, и с одной стороны, в магии прошлого считались злом, иной стороной, клепот. То есть я вам хочу показать, насколько разная вещь клепот. С другой стороны, на самом деле, клепотическая является сама система, ну, допустим, посвятительная систему любых древов. В ней есть идея целостности. Идея целостности – это и есть клепот. Это идея мертвого. Это идея, как иронизировал Гейн по поводу гигерианской системы, что философ готов любым старым хламьем заткнуть дырой в раскалывающемся мире. Ну, не точная цитата, не в поэтической форме, ну, точнее, точная цитата, но и в поэтической форме. На, то есть в переводе на русский язык просто она менее грубая звучит. На, стихоглазный перевод. Потому что, в общем-то, все, чем занимался культизм до относительно недавнего времени, это можно выразить гигерианской знаменитой фразой, да, что если факты не соответствуют теории, то тем хуже для фактов. Ну, есть у нас 22 аркана. Вот все, что мы встречаем в мире, мы всунем в эти 22 аркана. Ну, при том, что все мастера той же самой кабалы говорили, да, тех же самых и позитивных, и негативных сил, миллионных. Ну, просто ради примера мы вам приводим некие вот самые понятные, значимые, просто потому что так исторически сложилось. Но, на самом деле, здесь же можно поднять вопрос таким же успехом и о количестве клепот. Вот. То есть вы можете встретить в совершенно разных текстах, я о них даже, наверное, поговорю, потому что то, что я буду говорить сегодня, это, в общем-то, материалы, которые я сейчас собираю для своей новой книги. Я материалы, которых написал уже 70 страниц. А, понятно, что 70 страниц я за сегодня не расскажу, самое главное, выдержки оттуда. Но кабалисты с самого своего начала говорили о том, что клепот различное количество. Более того, в большинстве кабалистических трактатов, если речь шла о клепот, в самом каждом из этих трактатов приводилось несколько версий. Может показаться, что автор, типа, сомневался, или что автор недопонял, или собрал с разных источников противоречивую информацию и просто так на нас ее и выиграл. Но это не так. На самом деле, речь идет о том, что это просто намерки. И совершенно гениальный комментарий у Мазерса к разоблаченной кабале, когда он говорит, что их тысячи, это реально осколки. И проблема клепот именно вот в этой двоякости. То есть, с одной стороны, это тысячи вот этих осколков, которые залепляют нам глаза и создают взгляд, они прозрачные, эти осколки. Но они все искажают изначальное наше видение. Не путайте видение и взгляд, который называют, то, что взглядом называют локал. Я в данном случае отхожу от всех сотен возможных интерпретаций локановского взгляда. То есть, я даю свою версию. Если хотите другую версию, читайте, не знаю, люблянскую школу психоанализма, которая как раз встречает локана с Гегером активно. В общем-то, на этом их сильная сторона. Получается, клепот, с одной стороны, это вот эти тысячи-тысячи осколков, которые у каждого из нас залепляют глаза, и за пределами этого мы не видим ничего. То есть, клепот всегда находится в зоне слепого пыльна. Об этом пишет косвенно, криво, коряво, как мог он написать еще в 70-е годы Канненград. Он пишет о том, что клепот – это изнанка мироздания. Таким образом, а так как у него изнанка мироздания равно клепот, то, собственно, эго – это и есть клепот. А эго – это изнанка мироздания. Понимаете? Вот в чем дело. Потому что на самом деле то, что мы называем эго, не является нашей сущностью. Это точка сборки. Это вот и есть залепленные вот этими глаза, через которые мы не видим. Но нам кажется, что мы видим. И проблема клепот в том, что с одной стороны это тысяча осколков, а с другой стороны в том, что этими осколками всегда достигается эффект целостности. То есть, это то, что, как у Гейна, идет на затычку дыр в мире. А мир на самом деле никогда не рабит сам себе. В этом-то, понимаете, и мы не рабы сами себе. Мир всегда имеет эффект священия. Мы сейчас об этом поговорим. Это очень важный момент. Чем будет отличаться как раз духовный подход к поиску клепотической реальности от того, в который мы и так погружены. Понимаете? Люди многие боятся. Мне многие говорят, вот я боюсь работать с клепот, это темные силы, и так далее. Да вы и так в них уж. Все мы в них. Это неизжимая абсолютно вещь, с которой мы рождаемся, по сути. Потому что первое, что нам навешивать начинают, это некие неозвученные и даже неосознаваемые фантазии матери, отца и так далее. Это уже навешивается на ребенка. Он волей-неволей начинает собирать вот эту клепотину. И смысл клепотической реальности, понимаете, вам может показаться, что если вы хоть один кусочек отдерете, да, что вы через эту щелочку увидите настоящий мир. А смысл в том, что они пластичные. Вы один отдираете, и другой просто больше устанавливается, грубо говоря. То есть смысл клепот в его наихудшем варианте, это то, что создает эффект вот этого внешнего круга. Эффект целостности. Когда наши иллюзии, наши, которые вовсе не наши, желания, фантазии и так далее, навязанные нам контекстом, навязанные нам самой природой языка, которым мы пользуемся, они, в общем-то, всегда затыкают все возможности увидеть хоть что-то вокруг. С другой стороны, соответственно, подход глубоких клепот, которые я и предлагаю, которые я хочу озвучить в своей книге и буду озвучивать на этих лекциях и сделаю в своих картах, это не то, чтобы я их хочу обелить. Их для меня слишком многие обеляли, которые говорили, давайте все дружно заниматься клепотом. Но, в общем-то, с этого начинается послание Фаулера и Линды Фалоли, с которой они практиковали. То есть здесь обеление клепот было для меня уже очень сильное, на волне, скорее, похожей на эффект New Age. То есть когда вот все, что раньше было плохо, а вот теперь мы скажем, что это неплохо, это вторая сторона реальности, нужно для баланса, идея и все такое, чтобы было и то, и другое. На самом деле так мы ничего не уйдем. Как мы понимаем, самое забавное, что, кстати, Лакан озвучивает свой 11-й семинар, примерно тогда же, когда Грант начинает свою работу над клепотом, в своей внутренней магической группе. Речь идет о 70-х годах 20-го столетия. То есть это примерно в одинаковое время происходит. Совершенно разные мыслители, совершенно по-разному подходят к одной и той же проблеме. И я-то пытаюсь через клепот сделать следующее, понимаете? Осознать, какие принципы могут лежать за теми или иными появлениями изначальной реальности. И если мы осознаем эти принципы и научимся видеть их в себе, то есть шанс, очень маленький, но он есть, что мы, по крайней мере, не каждый день будем на них нападываться. Речь идет не о том, что мы от них избавимся. Это не тот случай, когда я там маг 6-го этажа 3-го подъезда, до 3-й ступени. Соответственно, что я там зашел на эту лесенку, я оттуда никаким образом упасть не могу. Да нет, запросто каждый день будешь падать. Уровень, он не достигается навсегда. Это не как масон, да? Бесил себя орденами, как брежный, да? И, соответственно, ты там генералиссинус. Нет, оно очень мобильно. И если человек не прочищает себе мозг ежедневно на тему этих сил, то просто он и является агентом, актором, в прямом смысле слова, да? Актором, как тем, кто осуществляет действия. И если угодно, марионеткой этих клипатических сил. Более того, проблема в том, что они должны постоянно перепродумываться, потому что, когда впервые этих демонов клепот, которые соответствуют 22-м старшим арканам, если угодно придумал или получил, на самом деле записал автоматическим письмам. Алистер Краули, это было самое начало 20-го века, чуть больше столетия назад, мир стоял на пороге Первой мировой войны. И, простите, клепотня, которая окружала человека того времени, сильно отличалась от клепотни, которая зафиксирована Кеннетом Грантом, когда мы жили в эпоху Холодной войны. У них совершенно были другие. Представьте себе, Краули, да, человека, родившегося еще в 19-м столетии, человека, который, в общем-то, представлял последний блок классической аристократии такой, да? То есть, это человек викторианской эпохи, по сути, да? И это человек, конечно, видел изнанку мирозданиями такой, какой она была во второй половине 20-го века после испытаний водородной бомбы. Но мы с вами вот сейчас проводим лекцию через интернет. Это совершенно другая реальность, абсолютно невозможная. По сути, мы спиритическим сеансом занимаемся, да? И, естественно, в данном случае клепотические силы нашего 21-го века, они сильно отличаются от всего того, что было озвучено Грантом или Краули. Таким образом, я не просто за то, что клепот нужно изучать. Я, во-первых, считаю, что их нужно изучать осмысленно, но очень осторожно, потому что, во-первых, если сильно сковырнуть там что-то с глазу, то можно и глаз повредить. А во-вторых, потому что нужно не просто их изучать, а постоянно перепродумывать. Снова и снова. Та колода, которую я создал, абсолютно метамодерническая колода, с тысячи отсылок ко всему, чему только можно, это колода начала 21-го века. И, естественно, там, спустя лет 50, это уже станет просто историей, и пользоваться будет как бы инструментом невозможно. Это нужно будет заново перепродумывать. Поэтому искать ответы на то, что есть клепот в наши дни, обращаясь к каббалистам 13-го века, в общем-то, ну, примерно то же самое, что прикладывать себе ангелы куда-нибудь там, вот в ангелотерапию. Ну, я не против истории, более того, в эзотерическом мире очень плохо, как раз именно с историческими, которые могла бы стать отложен традицией. Но, понимаете, традиция, как сказал один умный человек, традиция это то, что идет от. Традиция это не то, чтобы раз и навсегда законсервировали, вот типа Краули получил вот эти сигелы, вот мы теперь будем их изучать, и что? Ну, до Краули их не было, то есть Краули развивает традицию, он нарушает, он учился вот по вот этой схеме, в золотой заре. Однако он придумал, что там еще есть пути, как на лицевой стороне древа жизни. То есть он-то, получается, нарушает традицию. И единственный возможный способ продолжить его традицию, это продолжать ее нарушать. То есть единственный способ развития, это движение вперед. Но это движение, получается, становится клепотическим в плохом смысле слова, когда мы его превращаем в мертвым догмом, тогда это вот скорлупа в полном смысле этого слова, буквально клепот это скорлупа, это основный перевод. Вот это то, что с внешней стороны, как Лулин писал, да, буквально то, что с внешней стороны. Ну, не сам писал, ученики его, сам он обновал там, так же, как и Лакан. На, в основном, говори. На, отец записывай. И с другой стороны, когда человек считает, что он и так все знает, что ему там, не знаю, не зашло, да, на него, пришел к нему сам методрон, или, не знаю, клюнул он в потолок, и ему упало оттуда сверху, в общем-то это синоним, как мы понимаем. Это человек начинает заниматься актом чистого гументаризма. А это тоже тот же самый крикод. Только в одном случае мы консервируем чужую модель, как макоборцы, помните? Они все, британские ученые доказали, да, значит, вот оно так. А здесь мы попадаем в позицию этих ангелотерапевтов, в селепсическую позицию. Когда мы считаем, что мы точно знаем, а те все не знают. И это чистый волюнтаризм. Это та же самая клепотическая реальность. И для того, чтобы по-настоящему развивать традицию, и чтобы хоть как-то уметь избавиться от клепот, в смысле шелухи, вообще изначально получается в эпоху Кабале это клепот, это шлак. Это то, что остается от творения мира, и что не может из этого мира быть изжито или во что-то переработано. Это то самое, что Лакан определял, как еще или чего не надо бы. Вот оно наличествует, но оно не может быть изжито. Ну, у Лакана это было, если помните, наслаждение. И в данном случае, кстати, вспоминается вполне себе каббалистическое и литературное произведение, и поставленное же по нему эпопеей, киноэпопеей, как восставший из ада. Вот. Не из ада, простите, из ада. Вот. Где есть классическая тетралогия, да, и постклассическая тетралогия. Вот в классической тетралогии, собственно, там как раз именно наслаждение – это разрывание. Разрывание плоти. И это очень клепотично. Это с одной стороны осколки, да, с другой стороны это наслаждение, которое на самом деле всегда у нас присутствует и которое мы не можем изжить. Сам наш факт поиска наслаждения в мире – это попытка то наслаждение, которое у нас постоянно присутствует, нерожеваемо, хоть как-то объяснительно тетралоги. А изжить мы его не можем, его некуда сливать, всё заполнено. И только в реальности, в которой есть дыры, в настоящей реальности, не в сирописической реальности, это что-то можно удара, слить. Понимаете? Только в реальности, которая смещена относительно самой себя, где проявляются просветы, расколы, щели, и можно изжить вот этот шлаг. Только туда его смыть можно. Потому что если у вас, как в Глепе, тут в нации, если у вас нету пустого пространства, то вы не сможете никак играть в эту игру. Все клеточки заняты. А представьте, что у вас все клеточки заняты, а одна клеточка плохая, и она прямо рядом с вами. И вы не можете её никак сместить, вам её некуда сместить. И только, когда появляется пустое пространство, можете, по крайней мере, отдалить от себя неприятный для вас объект. Вот что такое мой взгляд на саму эту проблему. Вот для того, чтобы объяснить вам, как функционирует эта самая смещенная реальность, которую с одной стороны можно называть сидрой агарой, да, можно называть иной стороной, и называть действительно клеопатической толстности, что она является отражением, ну, условно назовём её объективной реальности, или конвенционального транса, как это называют чарстарты. То есть всё, что мы здесь видим, это на самом деле ни разу не объективная реальность, это конвенциональный транс, который у нас гоняет социум. Гипнотическими методами, причём классическими гипнотическими методами, прям по Эриксону. И начиная от того, что взрослые воспринимаются как старшие и знающие. И заканчивая тем, что если все согласны, что там белое это чёрное, ну, значит, и я тоже вижу неправильно просто, значит, белое это чёрное. И мы даже на самом деле не представляем, насколько у нас много этой клепотни. Я её в себе нахожу понными ежедневно, понимаете, просто понными. И умение её замечать, это тут радоваться мало, чем это. То есть это значит, что нужно копать глубже, глубже и постоянно. И как постоянное копание глубже и глубже в сторону вот этих осколков может превратить то, что писал ещё Уэйд, которому обычно приписывают, то, что он уж такой-то был фанат с верхней стороны. Но Уэйд в своей церемониальной магии пишет о тёмных искусствах, о том, что все они полезны, если употребляются на благоросто. А вот это всё тёмного белого. Я просто задумался о том, что вот есть предмет, который берёт, придётся там излучение. И каждый из нас это видит. Но при этом нет никакой гарантии, что вот мы с вами, называя, согласившись называть вот это чёрным, да, видимо именно тот же самый цвет. То же самое мы можем в качестве примера привести людей с дефектами, с нарушениями зрительной системы, которые были изучены относительно недавно, то есть до альфона вообще никто этим не занимался. Соответственно, человек мог называть, не знаю, красное красным, но при этом он видел совершенно там чёрно-белое, допустим, да, он видел просто какой-то оттенок серого. И он был абсолютно уверен, что именно вот этот оттенок серого есть красный. Да, да, то есть, ну это простой, конечно, пример, но он действительно иллюстрирует ту проблему, проблему видения. Но проблема видения, на самом деле, значительно страшнее. Получается, мы в буквальном смысле никогда не видим реальности. В прямом смысле этого слова. И, естественно, этим обусловлено и то, что мы, смотря одну и ту же сцену с вами, наблюдая между двумя какими-то людьми, не знаю, скандал, что происходит, мы на полном серьезе, потом обсуждая его, можем, нам может показаться, что мы видели две совершенно разных сцен. То есть, вы увидите, что было то-то, то-то и то-то в таком порядке, а я увижу то-то, то-то и то-то, потому что в одном и в другом случае были расколы, разломы и выпадения, которая наша клепотня сшивает. И у нас получится с вами объективная, целостная картинка, но совершенно разная. То есть, в идеале, когда нам кажется, что люди одинаково мысля, да, мы говорим, что они одного плана люди, тогда эти различия не сильно обычно сказываются, потому что мы увидим, то есть, я что-то одно пропущу, а этот человек пропустит что-то другое, мы почти такое же. В итоге мы получаем похожую картину, но можно себе гипотетически представить, что человек во всем культурном опыте своем опозителю не допустим, тогда он увидит половину одну из происходящего, а я видел половину другого из происходящего. В нарезке, конечно, вот в такой. И что в итоге мы получим? Мы получим то, что он будет описывать ситуацию прямо противоположную, что все происходило не так, и кто из нас прав? Мы правы оба. У обоих 50% прав и 50% лживых. Вот как функционирует клепотня и как она заманивает человека ежедневно. Чтобы объяснить это, ну как-то еще, я буду пытаться к этой идее вернуться многократно, потому что она очень сложная, более того, она нарушает все основания как аналитической психологии, так и, в общем-то, ну так скажем, подавляющего большинству эзотерических систем. Ну, может быть, за исключением Грандовской. Может быть, и то, там, психотика еще только. Притом, при всей моей Грандии, настоящий психот, который усугублялся от книги к книге. То есть, если там магическое возрождение, можно читать, и кажется, что это более-менее вменяемый текст, то последний его работ, конечно, производит. А теперь, в смысле, помешан на жидкости? Нет. Кров? Нет, это не более, чем метапы, о чем он пишет буквально. Более того. То есть, там делали в помешанности человека, на чем бы то ни было. Я буду говорить сегодня о Грандии, о способе организации его текста. Струно. Попробую провести структурный анализ его текста. Потому что, на мой взгляд, это идеальное проявление и способов избавиться от клепотни, и способов в нее влезть. Вот. Где болезнь, там на лекарство. В данном случае одна. В одном флаконе. И дело в том, что моя вторая попытка объяснить, что такое клепот, будет сводиться к античной школе атомистов. Дело в том, что, ну, вы все знаете, что были такие экипы, демокрит, которые придумали, что мир состоит из атома. А философский атом, не путайтесь с современным представлением об атоме, да, философский атом это мельчайшая частица мира, мельчайшая частица материи. Вот. Нечто неделимое. Таким образом, современный атом, который делим под эту систему никак не подходит. Это просто то же самое слово. И эти частицы согласно демокритии или экипу пребывали в пустоте. Именно благодаря этой самой пустоте они могли и двигаться. Нам кажется, может показаться, то есть, если изотерик будет читать эту систему, что она бинарна. Что мы имеем пустоту и материю. Но, если мы прочитаем оригинальные тексты, к сожалению, не так уж новые, но, в общем-то, это зато позволяет их прочитать в оригинале, более того, ну, не в оригинале, а в переводе и с многочисленность системы толкований, начиная от Гегеля и заканчивая современными учеными. Дело в том, что атом по определению не косты величайшая часть мира, а это то, что двигалось, создавая все окружающее нас изобилие. Таким образом, атома без пустоты быть не могло. И пустота является частью атома. То есть, это система иннемоническая нет только единого, как у первого променима. Есть только единое. Вот вам единое, остального ничего нет. Есть бытие, да, и небытия нет. А здесь вся хитрость системы, на чем будет потом строить всю свою систему восприятия Мерло-Понтии. Что изначально нет ни единицы, ни двух, а есть смешанность между ними. Нет ни субъекта, ни объекта, а есть нечто между ними. На этом же строится концепция плоти Мерло-Понтии, да, то есть, то, что мы можем сам эффект потрогать себя и ощутить себя как объект, он, в общем-то, там строго достаточно идет по пути интерпретации прикосновению Аристотеля от активных ощущений, да, и он говорит о том, что вот плоть это нечто, что соединяет объект и субъекта, и когда мы прикасаемся к себе, мы как бы разделяемся на двое, да, но это разделение неполное, это вот и есть смешение, мы как бы как другой прикасаемся к себе, но мы не являемся другим, и другой прикасаясь к нам в момент прикосновения как бы не является полностью другим тоже, вот в чем дело, вот оно единое и двойственное в одновременности, и это было бы спасением от всей чумы единого, естественно, весь европейский, вообще, все религиозные системы, и весь европейский эзотеризм изначально выстраивался на концепции на концепции единого, на концепции изначальности единого. Да, могли сказать, что изначально было, допустим, небытие, но оно опять же было одно, а из него появляется, соответственно, бытие, оно тоже одно, но вот этой сложнейшей игры, которая была у Демокрита и Левкипа, небо, более того, начиная с философов следующего поколения, но прежде всего на самом деле с Лукреции, уже с римской, по сути, философии, с философии римской эпохи, мы встречаем идею отклонения, потому что он пишет следующее, если все атомы падали бы равномерно, Амир представлялся как просто падение этих частичек в пустоте, если они все абсолютно одинаковые и ничего не вторгается в их падение, то мы имели, простите, просто дождь из этих атомов, они вот, допустим, есть книга, есть флешка, есть вот буклетик герметической академии живой оси такого, много, много чего есть, да, и эти вещи как-то друг на друга мало похожи, а если эти атомы просто одинаково падают, с какого перепуга они вот организовались, вот оно еще и запакованное, торцеловал, понимаете, какой-то, как? И Лукрецию удается найти ответ на этот вопрос, ответ, над которым будут дрожать все эти особи до 20 века, как это смешно перестало быть неожиданно, резко. Он говорит, что изначально присутствует отклонение, и оно, ему говорят, а что причины? Нет причины, вы же не объясняете причину появления атома, он первичен, причину появления пустоты, она первична, и отклонение тоже первична, а вот вторичные отклонения обусловлены причинами, допустим, причиной столкновения атома, но изначально в падении атома присутствует отклонение, которое заставляет их объединяться в различные предметы, которые мы видим как самые разные объекты. таким образом именно вот эта система, которая становится уже, простите, она страшна, здесь мы имеем не что-то между одним и двумя, а что-то невнятное между тремя, где третье другое. Там-то, по крайней мере, объекты его отсутствуют, возможности его перемещения, а здесь нечто, что на него изначально влияет, у чего причины быть не может. так же, как никто не объясняет причину большого взрыва, в теории большого взрыва, глупые, объяснять, она первична. Так же, на самом деле, идея ловлядца генератор. И в работе с миром оккультным нужно никогда не забывать о вот этих трех частях. Если мы будем рассматривать любую там, светлое древо жизни, темное древо жизни, исходя из вот этой изначально очень сложной и гибкой идеей первичности смешения, первичности разрыва, то есть получается это бытие чистого разрыва, бытие, не совпадающее само с собой. Вот тогда вы будете читать Каббалу, что Лурию, и вы будете видеть там совсем другие вещи. Вы будете видеть вещи, которые можно сейчас использовать. Ну, допустим, вспомните хотя бы идею Лури, Ари о том, что Бог создает пустое пространство, в котором хочет творить мир. То есть Бог сначала занимает все, но чтобы сотворить что-то, ему нужно пустое пространство. В этом, кстати, проблема человека. Пустое пространство у нас нет. Нигде. Ни во внутреннем, ни во внешнем. Богу была возможность создать пустое пространство. Он создает это пустое пространство, но тот свет, который был в Боге, он не весь оттуда уходит. Можно назвать это бунтом ангелов, бунтом Люцифера, но на самом деле это просто некий свет, отцвет. Бездумный свет, как писали последующие каббалисты, который там остается в этой пустоте. Именно из него складывается вот эта самая каббалистическая, клебатическая, простите, реальность. То есть Бог создает мир, но помимо этого мира в пустоте присутствует остаток от первоначальной полноты. вот этот шлак, но этот шлак это божественная часть. Но исходя из того, что она божественна, признать, что она не опасна. Понимаете, вот в чем дело. И мы с вами приучаем реальность у Лурии и у всех последующих каббалистов реального Бога, который не равен самому себе. Он отчужден от самого себя. Он сживается, но часть его остается. И мы получаем мир, в котором во всем может скрываться часть Бога, которая не может высвободиться, чтобы вернуться назад. Вот оно, по сути, отсюда. То есть, если бы я вам не рассказал сейчас про руклец и более ранних атомистов, мы бы в этом увидели всего лишь мессианскую идею того, что что-то пало и нуждается в спасении. Как это, допустим, будет у события мотивироваться клепота. Но рассказав вам совсем другие вещи, я попозволил вам увидеть в каббале что нечто, что можно применять сейчас, нечто соразмерное современном миру, о том, что на самом деле даже Бог оказывается смещен относительно себя самого, а значит даже между Богом есть разрыв. И заметьте, этим разрывом как раз и выступают клипы, согласно говорим. Это то, что отделяет Бога от Бога. И заметьте, когда что-то отделяется, мы имеем членоразделенность. Чем как раз славятся психотики? Отсутствием нет. Отсутствием того, то есть отсутствием отсутствия. У них нет того, чтобы отделяло нечто от чего-то другого. Таким образом, может быть все что угодно, ибо мир психотика полон. Наш же мир более или менее похож на мир вменяемый, в котором можно жить относительно безугорода для последующего существования, только благодаря простите этим самым клепотам. Тому, что отделяет Бога от Бога. Тому, что отделяет одно от другого. То есть мы не живем в мире целостности. В мире целостности живет психотика. Вот это абсолютная целостность, где все одно в другое перетекает и в общем-то абсолютно одним и является, где нету границы между внутренним и внешним, где нету границы между объектом и субъектом, нету вообще никакой границы. Все границы обусловлены только границами восприятия. То есть большим инвестик первобытного человека получается первобытного человека? Ну, так скажем, это представление о том, что первобытный человек был такой-то не более червитый 19-го века, то есть не нужно пользоваться наукой 19-го века, чтобы объяснять историю человечества. Даже не со временем, но с середины 20-го века с мистическим соучастием уже категорически не согласны, не более чем миф. Еще один. Нет, достаточно просто почитать объяснение о том, что такое секунду. и вы отлично, а можно просто хотя бы один раз туда сходить. Как врачей водят? Или просто загуглить и посмотреть, как это выглядит хотя бы со стороны. Хотя бы со стороны. Сейчас очень модно, да, кажется, что психоз это некое освобождение, тогда, простите, это освобождение, когда вы потом возвращаетесь в ту самую границу. И тогда, наверное, вы можете представить, что эти границы не столь жесткие и предустановленные нас и навсегда. Но, простите, это всего лишь гибкий подход к границам. А если вы погружаетесь туда, то вы погружаетесь, помните, как я в большинстве рекций своих рассказывал в идее Джижиха о том, что можно находиться либо с нынешним, либо с внутренней стороны. Психоз, когда вы с внутренней стороны. И если мы зашли туда и вышли, то мы по-прежнему поступки по-свенешней стране. Мы не смотрим из-за этого. То есть тут третьей позиции не бывает. Вне зависимости от того, были вы христианином, потом обратились в ислам, потом назад вернулись в христианство, вы христианин. вы не ислам если вы ушли из христианства в ислам допустим или буддизм, вы буддист, вы не знаете опыта, вы не можете сопоставить опыт буддиста и христианина, потому что сейчас вы простите буддиста. То есть мы можем либо с внешней, либо с внутренней стороны. И психозик находится с внутренней стороны. и там нету границ. Поэтому любые опыты похожи на психотические и психозом не являются. Всего лишь попытка эти границы пошатать и увидеть, что они есть. Соответственно мы с вами еще одну я вам забросил попытку объяснить, что такое клипот. И в данном случае я хотел показать, что по сути клипотическое является само светлое древо. И неудивительно, что в общем-то впервые демоны клипот описаны лишь Алистером Кроули в самом начале 20-го столетия. Я имею в виду демоны противоположные старшему Афганту. Само слово клипот древнее. Впервые вероятно работа с клипот и о ней хоть какое-то более-менее вменяемое представление возникает в 12-ом столетии лишь. Кстати, ключевой век для истории европейской культуры именно в это время появляется искусство композиции как-то да? Да, то есть современное представление о том, что такое музыка. До этого его просто не было. То есть музыка как построение формы появляется именно на рубеже 13-го 12-го учитывая то, что в трактате эманации трактате левой руки как он сейчас точно назывался что бывает у нас получается автор арабе Исаак бен Иаков Хакоэн и соответственно его текст назывался трактат об эманация левой руки я правильно сказал. Но в них Хакоэн ссылается на то, что слышал это от старых учителей. Может быть он просто делает поклон в сторону прошлого что в общем-то тогда было модно. Если вам говорят, что читали это у Аристотеля, то не знают, что это правда. Как на эту тему очень много любил писать Коземок Родисов. Где нужно верить глазам своим, где не нужно, а чего более ясно не становилось. Соответственно начиная с 13 века очень важного века века когда появляется более менее вменяемое похожее на современную систему цветов в геральдике появляются цвета на этот раз уже все до этого собственного цветов зеленого синим не было культуры по сути или были азотически выше в разных культурах были далеко не во всем Европе не было разделения черного и пиолетов и так далее то есть в 13 веке это уже все складывается в геральдике так что 13 век очень важный век и не случайно что век вот этого дифференциации человеческого сознания появляется текст описывающий работу Склипот текст на самом деле очень интересный потому что сам автор всячески пытается работу Склипот объявить что для каббалистов 13 века ну мягко говоря странно потому что вообще так скажем кошерные людей они с иной стороной не якшаются более того считалось что если даже вы ее упоминаете то вы этим ее притягиваете то есть это тот чью ими не называем и в данном же случае этот текст весь посвящен исключительно Клипот и автор как я уже говорил как бы будет последующий всех текстов дает сразу несколько разных моделей построения мира иной стороны что интересно то что допустим во-первых автор считает что все темные силы силы действуют по воле Бога на чем он буквально фиксируется и говорит что несмотря на то что они там прокляты и злые но нету в них никакой неправды и все они от Бога более того если мы посмотрим на текст структурно то мы увидим что есть первичное отражение реальности и вторичное отражение реальности и получается и первичное и вторичное отражение реальности это как бы клипы клипот но первичное отражение реальности оно относительно благостное Вот вторичное, оно уже ближе к низу, то они тяжелые штуки. А так, просто посмотрите хотя бы на имена этих вторичных иммана. Вторичные у него, это которые первый раз отражаются. То есть есть первый мир, второй, третий. То есть типа модели получается ада, чистилища и рай. Где есть рай, есть чистилище, оно на самом деле тоже под покровительством Бога. А есть ад, в котором якобы нравится. Хотя здесь тоже не совсем так. Смотрите, какие названия имена в этом самом мире первичных отражений. Например, не миллион, князь милости. Не миллион, это князь милости, это получается дублёр сферы хисер. Но что может быть в князь милости плохого? То есть из самого названия, если мы сравним их с современными названиями, то, в общем-то, здесь видно, что ничего такого плохого там. Допустим, противоположность бели, героин – это великий страх. Но великий страх – начало разумения страха Господня. Ничего в этом плохого страхе нету. То есть там Сабиэль – это противоположность к князь великих высот. То есть ничего в нем такого и так далее. То есть более того, автор настаивает, что все эти сущности духовны, во-первых, и все они абсолютно благи, ибо они от Бога. Ну вот. Следующий уровень, последний, ну который мы бы могли назвать адом уже это чистилище, то есть уровень, так скажем, третичных отражений, да, потому что второй мир вторично называют. Там очень интересно все происходит. То есть Бог сначала, получается, творит этот клепатический КТР, но его они так быстро задолбывают, что он его уничтожает. Потом он творит клепатическую хатму. Они его еще быстрее задолбывают. Он его опять уничтожает. Потом он творит клепатическую бину. Эти его задолбали прямо мгновенно. И он их тоже уничтожил. А потом он создал оставшиеся клипы, соответствующие оставшимся семи сферам Древа Жизни. Но они его задолбать не могли по определению, потому что они сильно слабые были. И он их оставил. Так, пусть. И, получается, именно вот эти силы постоянно борются с силами света во имя того, чтобы человек мог прийти к Богу. То есть, получается, и Бог, получается, грубо говоря, сначала создал страшную реальность, да, чтобы человеку был энергетический заряд трения, и он мог как-то к нему прийти. Потом понял, нет, с этими не справиться. Но вспомнил другую, нет, с этими тоже не справиться, и с этими не справиться. А вот эти нормы. И, таким образом, если мы будем смотреть на концепцию Хакоэма, то мы увидим в ней, что, получается, циклепатическая реальность есть только ни в мире ни в мире ни в мире. То есть, у трех сферот классического древа жизни, у триада выше их, есть лишь вторичное отражение, которое благо. А третичного отражения нет, его Бог разрушил. И самое удивительное, что, несмотря на то, что трактат древний и как-то не знаю на что, когда я пересек везду, я понял, что на меня эти силы больше не действуют в том смысле, что я их не начинаю к себе притягивать, когда я с ними работаю. То есть, до этого я много раз пытался эту колоду создать, профессиональными художниками, и это заканчивало всегда очень плохо, и для них, и для меня. Но, когда я пересек везду, я понял, что у меня никак не синхронит, какой я рисую аркан. Просто беру и рисую, это просто рисунок. Это значит, что я избавился от клипов? Нет. Но, с точки зрения Хакоэна, я теперь вышел на уровень не третичного, а вторичного отражения. Оно, как он пишет, благо. Это просто возможность увидеть эти расколы и разломы в реальности. Возможность увидеть отчуждение Бога от самого себя. А когда мы работаем с третичным отражением, то там, простите, он, конечно, перечисляет, что вот Масмадей, да он, конечно, может вам сильно победить только в понедельник, поэтому, в общем-то, Бог его оставил, но может победить нехило. Ну вот, или тут вот еще один какой-нибудь, он вот столько нарожал каких-то мерзких псов, они кусают и разносят духовную заразу. Ну, почти зомби-апокалипсис. Вот. Но Бог решил тоже, не мою их нафиг, я говорю, просто буду периодически популяцию сокращать. А так, в общем-то, если есть там пара тысяч штук, ну и что их на землю? Земля большая, разбегутся как-либо. И, то есть, в данном случае отношение к тому, что мы считаем абсолютным злом, в этом трактате очень любопытно. То есть, это способ, через который, собственно, только человек может прийти к идее развития. Батарейка. А? Батарейка. Батарейка, да. Потому что, понимаете, у нас в оккультизме есть очень страшная и неприятная такая вещь. Мы понимаем развитие как продвижение по степеням, если угодно. То есть, это некий переход с пункта А в пункт Б, да. Но я просто на эту тему очень много общался и очень долго для себя пытался, так скажем, определить, что есть развитие. Я это написал, я вам сейчас даже цитату точную зачитаю, потому что лучше я не скажу, чем я один раз написал, что есть развитие. И как-то не так давно я общался с одной из студенток, которая мне стала говорить о том, что вот я говорю, вот вы мне объясните, зачем нужно искусство. У нас такая тема. Она говорит, ну вот нужно, чтобы развиваться и так далее. Я говорю, что такое развитие с вашей точки зрения. Мне не нужно ничего перескать, просто что такое с вашей точки зрения развитие. Ну вот, допустим, мне приходит там какое-нибудь сообщение или я там открываю книгу, я вижу там незнакомое какое-нибудь слово, да. Я начинаю прочитать про него статью, я прочитываю и типа я, соответственно, открываю для себя нечто новое. Я говорю, окей, хорошо, открыли нечто новое. И вот вы считаете, что это развитие? Она говорит, да, конечно. Я говорю, это развитие или накопление? И вот тут она задумывалась. То есть я говорю, вы каждый раз, получается, проделываете одинаковую операцию. То есть вы встречаете новое незнакомое слово, залазите в Википедию и смотрите, что оно значит. Вы, получается, делаете постоянно одно и то же, как белка в колесе или в день сурка. Так это развитие или это повторение? То самое, кстати, повторение, которое в природе невозможно. Да, то есть абсолютно невозможно. Повторение – это всегда эксцесс. Ага. Повторение может быть на циферблатной стрелке. Именно поэтому я не могу спать при часах. Потому что там каждая секунда, а я слышу часы, даже если это просто нарученные часы, положенные через три комнаты, то только не на толстый слой мягкой ткани. Я ее буду все равно слышать. Соответственно, потому что там каждая секунда равна каждой секунде. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Да? Ну, да. Потому что там бурящая вода и все, дождь. Никогда, никаким образом, даже панифа не смогут там заставить и не может заснуть. Что-то явление естественное. А это явление противоестественное. Абсолютно точное, ничем не изменяемое. Повторение. Чем, получается, занималась эта девушка? Повторение. То есть накопление. Она, как бы, приобретала знания. Она пестилистская позиция. То есть она занималась одним и тем же. Так она в одной модальности или она в разных модальностях? В одной и той же. А развитие – это, в общем-то, нечто совсем другое. Развитие – это не движение с точки А в точку Б. Развитие – это такая модальность существования, такая специфическая форма ощущения себя и мира вокруг. Когда мы развиваемся, мы не становимся лучше или хуже. Мы просто находимся в пластичной среде, податливой и гибкой. Развитие – это модус взаимоотношений с нашим контекстом, а не самоулучшение, накопление знаний и умений. Если вы узнали новое понятие или прочли новую книгу, вы не попали в процесс развития и вряд ли стали более развиты. Вы просто получили новый блок информации, который вольется в уже имеющийся у вас корпус знаний. И, первое – либо будет применяться вами на практике, либо второе – калитр вверх. Но если вы, читая книгу, осознаете, что мир, окружающий вас, меняется, как и вы, лезьте с ним. Если вы вдруг начинаете понимать, что никогда не сможете завершить процесс вашего становления. Если к вам приходит озарение, несущее с собой идею, что вы нуждаетесь в новом опыте. Новая информация не ради нее самой, но ради того, чтобы пребывать в постоянном процессе фатального метаморфизма, гибкости и пластики. Тогда вы действительно попали в конец того, что можно было бы проименовать термином развития. Понимаете, вот что такое развитие. И, соответственно, согласно первому трактату Аклипот, Хакурини, трактату эманации левой руки, мы как раз получаем с одной стороны как длинную сторону, якобы сторону зла, но с другой стороны мы получаем, в общем-то, в словах XIII века пересказанное, менее точно сформулированное, чем то, что я вам прочитал сейчас. То же самое. Человеку нужна иная сторона во имя того, чтобы развиваться. И это бесконечный процесс. Когда речь идет о том, чтобы прийти к Богу, речь идет не о том, что есть те, которые пришли к Богу. Про них мы уже с вами сегодня, я с этого начал. Это те, которые прикладывали там в Европе. Им же Бог так сказал. Они пришли к Богу. А зачем вам развиваться, если они так развиты? Они духовные, они развиты. В церкви все духовно, например. Соответственно, сиренщика за 30 рублей более духовная, чем за 15. Правильно? Более того в два раза ровно. И, соответственно, изначально приход к Богу – это метафора. Мы же понимаем, что на самом деле между идеей божественного и идеей человечества проистекает этот самый разрыв. Если бы этого разрыва не проистекало, тогда вы бы не смогли ответить на вопрос – сколько нужно человеческого, чтобы стать божественным? Чем больше рабского, тем оно более рабским становится. Господским оно от этого не станет не надо. Чем больше человеческого, тем оно дальше отдаляется от божественного. То есть правильный ответ – ноль. Нормально. В 13-м веке, насколько я понимаю, ноль еще в глубоком смысле. Нормально. Про это, кстати, тоже очень любят. В этом смысле даже Шизотель есть у Гранта в «Ночной стороне Эдема», где сказано, простите, уже книга о 70-х, 80-х годах, да? Нет, 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7, конца 70-х. Тогда он говорит, что с древних времен ноль символизирует. С каких-то речек. А вот про такое вы прочтете у 90% эзотериков. Что там значит? Ноль в эпоху древней Атлантиды или у Шумера? Я, по-моему, я уж Пенглера считал, что вообще концепция ноля в форматическом не было в принципе. Естественно, если она… Очень поздняя концепция. А? Это очень поздняя концепция. Так это появилось, получается, для сложных уравнений математических движений. Да. То есть речь идет в конце средних веков, в переходе на Ренессанс. То есть только с эпохи перехода на Ренессанс появляется, и более того, и понятно, что не сразу всеми признана идея ноля. Причем он не ставился именно в общечисловой ряд. То есть не было такого, что ноль – это то, что перед идеей. Да, естественно. Таким образом. То есть эта идея супер поздняя. И опять же, то, насколько мы погружены в свое клипатическое видение. То есть мы знаем, по школе учили, да, что до единицы там еще ноль здесь. А на самом деле потом еще минус числа есть, на самом деле. Вот. Но почему бы не начать с минус трех на поле? Почему мы начинаем с нуля? Ну вам так нравится, потому что он к десятке перерисовывается? Так он вроде в древних и не перерисовывался. Ну то есть та же самая там… А что-то у нас ков получается, да? Десятка. Десятка – это ков? Ну да. Ков. Ну, куков на алиф никаким макаром не похожи. Да, нет. То есть там не было… То есть то, что мы сейчас привыкли, что десять – это один и ноль. Так в древности десять оно было, но оно не писалось ни разу. Что в римском, да? То есть единичка – это а, и, да? А десятка – это икс. Ну можно сказать, что это две единички, но это глупо, потому что это икс – это буква другая просто. В тоже, в общем, две единички какая-то разница. Ну да, почему они тогда отличаются? То есть не было нигде идеи, что десять – это идея полноты, потому что там один и ноль. Денингулята не было, и десять вписалось графически просто во всех языках по-другому, где десять было такое же другое, инаковое число, как и все прочие числа. Вот она клепотня, понимаете? Она начинает вылазить сразу же, как мы только начинаем погружаться в историю. Мы все видим, исходя из нынешней селепсической картины мира. Вот вам клепот, пожалуйста, в чистый план. Ну, что еще? На эту же тему я, кстати, принес интереснейшую картину. Я даже сейчас специально туда перемотаю, чтобы я вам показывал это все и озвучивал правильно. Это речь пойдет совсем не о клепотическом мире, а о мире сферот, сферотическом. То есть клепот у нас получается – это противоположность сферот. Поэтому, чтобы мы хоть как не смогли понять клепот, мы должны понять сферот. Любой современный эзотерик, даже хотя бы чуть-чуть соприкоснувшийся, хоть там прикладываемым ангелом к одному месту с эзотерикой, знает, что есть такое древо жизни. И более того, уверен, что оно, а, иудейское, что оно относится к Кабале, и что оно проистекает из сферот, из текста, который сейчас датируется примерно третьим шестым веком Нового Ряда. Ну, примерно тогда же, ну, получается, когда, если третий век, то значит тогда же, когда был собран библейский корпус. Афанасия веке, нормально. Ну, если шестой, ну, конечно, сильно больше. Но считается в народе, да, что это же получается, сфер-яцера получается, это как бы устная Тора, соответственно, она может быть когда-то была и раньше. И если человек такой, через свой взгляд, который помните, у Латана где был, открывает сфер-яцера, и написано, сотворен был мир Богом двадцати двумя буквами, да, думаю, классно, и двадцати двумя буквами, и десятью сферот, которые десять, и не девять, и десять, и не одиннадцать. И он понимает, да вот оно, древо жизни, как я его знаю, вот они, вот они, пути буквы, да, и вот они, десять сферот, значит, прямо в третьем веке, а может, и раньше был древо жизни. Но, я вас разочарую, потому что ни в какого древа жизни сфер-яцера не только не упоминается, но и самой концепции древа жизни тогда вообще не существовало. Было десять эманаций Бога, которые понимались, как и все эманации того времени, еще начиная с античности, как вложенные друг в друга круги, и первые все изображения древа жизни, которые тоже появятся несуязвелимо позже, чем был написан сфер-яцера, будут концентрировать серии концентрических слов. Ни про какие пути там вообще речи не шло, потому что Бог сотворил мир двадцатью двумя буквами языка. По сути, тут бы под каждым словом Лакан подписался. Мир сотворен языком. Ну, от фриета, от лингвистической школы. От сосюра, прежде всего. И в санскрите мы видим ровно то же самое. Да, да. Причем там даже не буквами, а звуками. То есть там букв вообще не было. То есть речь идет именно уже о концепции делида, о первичности голоса или письма. Письмо и различия текст читаем. И, соответственно, эту тему ставим. Голосоцентрическая. По делида это была бы голосоцентрическая концепция. Если говорить о буквах иврита, то это все-таки будет графоцентрическая концепция, то есть где письмо первичное. Но никаких путей там в помине не было. Если мы будем листать дальнейшие каббалистические перакаты, включая самый важный из них ЗОГО, который, кстати, появится лишь в 13 веке. Это достаточно позднее явление. А, собственно, именно ЗОГО является сердцем устной торы. Ну, по крайней мере, эзотерическим сердцем устной торы. Мы там с вами никакого древа ни разу не найдем. То есть там есть упоминание иной стороны. Более того, там есть упоминание, что сказано в Библии, что Бог сотворил мир в 6 дней. Напомню, мир в 7, да, в 7 отдыхал. Мир сотворил в 6 дней. А, соответственно, там ничего не сказано о том, что Бог делал ночью. Но Бог же не спит. Соответственно, ночами Бог творил и использовал изнанку мира, обратную сторону мира. Таким образом, об изнанке мира в ЗОГО Ре сказано, что она сотворена в 6 ночей. Но мы отсюда имеем только цифру 6. Но мы можем предположить, что Бог так же, как творил мир, да, там была его изнанка. Значит, какая-то зеркальность в этом присутствует. Но там сказано лишь о 6 днях. Больше никаких цифр. Это непонятно. Если днем свет и тьму, то уже в тексте только кто, что за анти-тьма. А там тьму и свет. Анти-тьмы и анти-слепы. Или, как сказал бы любой современный философ, да, свет и тьму их перечеркнули. След от них. Но идея следа есть уже даже в событианстве и отчасти, возможно, у Ореля. Даже у Ореля уже отчасти. В событиан ты просто на это вообще упор делался, на идеи следа от божественного света. И, кстати, который совершенно не обязательно блок. Как, если помните, мудрость, да, одну древнюю, в том, что даже у другой стороны есть другая сторона. И не факт, что изнанка изнанки – это лицевая сторона. Но по Гегелю нет. Помните, да? Там потому что снятие. Отрицание, отрицание – это не то же самое, что и утверждение. Есть утверждение, есть отрицание, отрицание. Не знаю. Я люблю воевать, допустим. Я не люблю воевать. Я не не люблю воевать. Я не не люблю воевать – это не то же самое, что я люблю воевать. Чувствуете разницу, да? Таким образом, обратная сторона обратной стороны не тождественна для целого. Так что с светом и тьмой на обратной стороне могли бы исходить самый чудесный метамархоз. Но вы уже, опять же, во времена Зорова, чуть-чуть раньше, выходит в свет трактат Капуцета Хавагир, да, называется, Книга Сияния. Книга, которая достаточно долго была едва ли не самой священной из коммунистических трактатов, в которой упоминается всего лишь в качестве метафоры, что Бог посадил мир как дерево. Тринадцатый век, только метафора. Никакой там древик, лепот, никакой древик, лепот, древ сироп, чего не было. Только метафора. Это тринадцатый век. И дальше происходит следующее. Есть такой трактат «Врата Света» у Гикатильды. Это рубеж тринадцатого-четырнадцатого века. Я его не читал. И тех, кто его читал, я не знаю. Но есть его латинский перевод, осуществленный уже в начале шестнадцатого столетия, в 1516 году. Так вот, именно в латинской версии этого трактата, сам трактат столетического начала четырнадцатого века, Спустя два столетия в христианизированном мире выходит в латинском переводе с гравюрами Паула Ричи. Паула Ричи изначально еврей, но обращенный христианин. Естественно, соответственно, работает в христианской традиции. И именно в его оформлении обложки этого трактата впервые появляется структура, хоть как-то напоминающая древо жизни. Только здесь восемнадцать путей. Так что, можете забыть о соответствии этих путей буквы. То есть, о том, что пути это буквы, еще никто даже не догадывался. Более того, прошу обратить внимание, вот особенно на пути будущей Стефеле, он расщепляется на подход к хорма и бену. Да и возветвляется как нормальное дерево. Я считаю, это моя точка зрения, я на этом стою и стоять буду, что происхождение версии визуального дерева жизни проистекает из европейской традиции, которая тоже появилась где-то в тринадцатом-четырнадцатом веке, родовых фамильных древних. Она очень поздняя. Эта традиция, которая относится тоже к рубежу тринадцатого-четырнадцатого века, и она была только у аристократов. Понятно, что только богатый человек мог себе заказать картину с большим количеством портретов. И понятно, что только богатому человеку вообще нужна была идея верификации себя через приобщение к какому-то либо мифическому, либо полу-мифическому предку. И, заметьте, в этой идее мы имеем тоже концепцию эманации. Это же он же имеет право править этим местом, потому что его прадед тут драгона убил. То есть его прадед это как-то, который от бога, который проистекает там. А он, как сказано в одном шутливой версии Моцарта и Сергея Кушкина, я, впрочем, тоже гений, но пославший. Соответственно, на этом основана идея дворянства. То есть, вот были настоящие, там фактически от Бога, от самого, или от Иисуса Христа, от кого только они происходили. Ну, от Богу-бога. Вот я, просто во мне течет тоже их кровь. И поэтому я тоже имею право. Вот. Поэтому, конечно, Валикут прибывает в КТР. Ну, и на него, просто. Ну, вот. И из этой идеи, из первичного листока расщепления эманации, которое мы видим в родовых древах, мы видим, как обращенный христианство еврей пытается продать книгу, которую иначе не купят. Как нужно показать, что книга достойная? Через отсылку к идее дворянского древа, родового древа. Понимаете? Потому что нужно, чтобы книжка выглядела нормально. Потому что, зачем христианину иудейское бракобесие? А тут вот написано, внешне сразу видно, производит 41-ю аналогию, которую вы представляете. Это на тот момент, естественно, графский и императорский древа. Тогда сразу понятно, что что-то хорошее. И мужик какой-то древний заворожен. Значит, если древний, то есть особенно хорошая. Может, он в крестовых поход даже ходил. Кто его знает? А всякие буквы на непонятном языке, они только, так сказать, усиливают отсылку к чему-то древнему. На этом языке это Моисей говорил, эпоха Машиаха была, да, и так далее. Он предшественник Христа, все хорошо. А ты не понимаешь, как в Каббале появилась вот эта идея языка ветвей? Вот мне сейчас что-то вспомнилось. Я думаю, что это тоже достаточно поздно. Да, у вас требуется, что ревень должно быть. Это же получается... Мне кажется, что это точно не раньше Али. Ну, может быть, у Кардовера уже есть. Но это в любом случае позже, чем вот эта штука была издана. И получается наше представление, вот нам опять клепотня. Почему? Потому что мы привыкли к древу жизни, да? И нам кажется, более того, на полном серьезе, в девяносто девяти процентах литературы о Таро. Мы читаем, что карта Таро Старший Аркан создавался изначально с ориентацией на пути древа жизни. Только не будем забывать, когда возник старший Аркан Таро. Когда? В первом столе и двадцатом. В пятнадцатом веке. А это когда? В шестнадцатом. Древо жизни. Вот такое кривое с восемнадцатью путями появилось позже, чем карты уже стали печатать машины станковым способом. Понимаете? То есть карта Таро раньше, чем древо жизни. А я помню, вы в кинфрелекциях говорили, что в Тарасу Лопулска уже влияние Каббала его. Влияние Каббалы. Но я и говорил о том, что там есть сферотические, в смысле, пути древо жизни. То есть влияние Каббалистическое там можно отследить. Более того, влияние Каббалистическое, пожалуйста, Таро Монтэнья, приписываемое Монтэнья, пятьдесят врат беды. Действительно, пятьдесят карт, соответствующие концепции монации, идущие от Бога. От, собственно, первого Творца до нищего шута. То есть второе есть влияние Каббалы. Мы не будем приравнивать Каббалу к древу жизни. Древо жизни появилось в своем варианте с двадцатью двумя буквами только в шкоре Ай. Только в шкоре Лурии. То есть в середине шестнадцатого столетия. Более того, не будем забывать, что сам Лурия ничего не писал. То есть он болтал. И когда он это наболтал, мы не знаем. Более того, мы не знаем, он ли это наболтал или Виттл записал. Тут проблема, как у Сократа и Платона. Что там болтал Ай? Не знаете кто? Ну, вероятно, Виттл скорее записал. Потому что сам Ай, он же говорил по поводу того, что меня настолько как бы вот переполняют эти образы, что как-то сформулировать четко. Да. То есть, собственно, то, что мы знаем от самого Алии, что можно приписать реально Лурии, так это его практику аскезы. Вот она точно его. Потому что есть многие подтверждения, что он этим занимался. То есть в практиках не спать, когда все спят, не есть, когда все едят, вот это точно от него. Может тут, конечно, клепотням, не знаю, но тогда может он, наверное, начальник, да, в своей школе этой идеи. Но все-таки трактат Эц Хаим, древо жизни, который появится лишь в конце шестнадцатого столетия и в котором впервые будет схема с двадцатью двумя путями, идущими совершенно не так, как вы привыкли, ничего общего с ним не имеющего. Создано, записано было Литовым. Учеником и главным преемником гурианской школы после самого детского Ури. Вот как выглядело и гурианское древо жизни. Оно делится по логике букв иврита. То есть, есть три материнские буквы, есть простые буквы, есть двойные буквы. Материнские соответствуют трем горизонтальным путям. Соответственно, есть у нас еще пути, получается, прямые и пути наклонные. С ними соотнесены, соответственно, прямые и двойные буквы иврита. А не в порядке никакой там иммунации. Здесь логика раскрыта, структурная логика иврита. А структурная логика иврита состоит на трех уровнях. А не на привычном для европейского сознания нового времени алфавитном порядке. А другая. Мы не будем забывать, что то начинается с буквы второй, а не с первой. На что очень много копий было словно на эту тему. Потому что, в общем-то, там логика структурная другая, там трехконтурная. То есть, есть три буквы матери, есть двойные буквы и одинаковые буквы. Вот эти три хлам тоже божественное проявление есть. И их расположили в Школе Лурии совершенно другим образом. Вы видите, к Малькуту вообще идет один единственный путь. Что происходило, соответственно, дальше? Дальше происходило много всего интересного. Дальше происходила попытка, уже европейская, навязать древу жизни планетарные советы. Впервые это произойдет в трактации Эволи. Это, соответственно, у нас итальянец Чезаро де Эволи. О божественных атрибутах, называемых у евреев Сверот. Кстати, эта книга выйдет немножко раньше, чем Эд Хаин и Тала. То есть, тут никаких путей нету. Тут есть эти, как они называются? Планеты. Понимаете? И Байфут, Луна, Есот, Меркурий, Ход, Ренера, Царь Юпитер, Тепаре, Солнце, Генбурга, Марс совпадает, Урара, Гурдева, Араза, Ураса, Парея, Хесет, Сатурн. То есть, получается, все планеты помещаются ниже бездны. Что, в общем-то, логично. Подожди, а это у нас, разве, не от Кирхера? Это не от Кирхера. Кирхер тоже, да. И у Кирхера планетарные соответствия. Нет, у Кирхера, по-моему, как у Кирхера. Какие есть? Вот это вот. Я сейчас перейду. Чем отличается Кирх? Кирхер, во-первых, поменял местами столпы. То есть, у Чезаро де Эволи, получается, правый столб – это столб суровости, а левый столб – милосердие. А начиная с Кирхера, будет наоборот. Ну, классическая уже версия. И, собственно, на самом деле для Кирхера там будет еще интересный эпизод, потому что Кирхер – это уже 17-й век. А это все-таки был век 16-й. Вообще, считается, что вроде как древо жизни с путями на тот момент уже существовало, потому что вроде как его Лулия на самом деле создал. Может быть, это так и есть, но это, в общем-то, вопрос кулы. Потому что Эволю свою книжку напечатал, а Лулия свою нет. Но был всем известный философ, мистик, такой Роберт Флатт, британский век. Рубеж 16-го, 17-го века, который создает свою модель древо жизни, которое опять имеет количество путей, какое-то, ну, в общем-то, даже считать не нужно. Чем вот это древо жизни для нас принципиально важно в свете обсуждения глипов? Не только для того, чтобы снять с вашего глаз какой-то мусор, который на него навешивает современный эзотеризм. А потому что здесь это древо перевернутое. То есть само по себе КТР – это корень, его ствол, то есть Малькут – это листья дерева. То есть мы здесь видим именно идею перевернутого дерева. Ну, Генон об этом писал, вроде бы. Ну, Генон-то вроде как попозже был чем-то. Так что вот эта идея, она очень интересна получается, потому что здесь, если на предшествующих всех деревьях мы видим, в общем-то, контуры обычного дерева, торчащего вверх, то есть КТР – это вершина. То есть здесь КТР – это корень, который спускается вниз и, говорю, считать здесь эти пути бессмысленные. Они никак не связаны с духом юридов. По-прежнему я хочу показать, что эта структура очень долго устаканивалась. То есть мы сделали в лауреанской школе, но хорошо бы кто-то почитал, кто-то сказал «морокобесие людейское». Здесь интересно то, что именно клипатическое древо современные эзотерики рассматривают как древо перевернутое. А изначально обычное древо жизни перевернутое, потому что оно имманирует ЖСКТР, то есть оно растет-то сверху вниз. И, естественно, в завершении сей процедуры вы уже в второй половине 17-го века, в 1655 году заявите вторая половина 17-го века. То есть эпоха, когда работают Ньютон, то есть когда вот-вот появится концепция оптики. В данном случае, когда говорят, что сефироты имеют определенные цвета и они связаны с спектром, и что это действительно было изначально, наверное, в каком-то смысле изначально, потому что опыты Ньютона по открытию спектра и древо жизни появились примерно одинаковое время во второй половине 17-го века. Правда, раскрашивать древо в цвета спектра ставят около 18-го века. И в 1655 году в книге Едип Египетский Афанасий Керхер, на самом деле абсолютно выдающаяся фигура, мыслитель уровня Леонардо, человек, который напридумывал кучу музыкальных инструментов, человек, который научился расшифровывать египетские роглибы на открытии всех этих. И просто эти книги лежали где-то как в помойке, которые были обнаружены в 20-м веке и выяснили, что был такой гениальный вообще лингвист, гениальный историк, изобретатель. Единственное, чем он прославился и чем реально пользовались, это его переводчик Скобского. И вообще его знание коптской культуры, оно для тех времен просто беспрецедентное. Вот это вот. Соответственно, Киркер создает свою модель древа жизни. Сразу же скажу, что у него таких древ почти в каждом трактате. Он вообще все любил представлять в виде древа. Потому что это логично. Родовое древо, да, там философию представить, как там что, какие-то школы или какие-то культуры, как одна из другой вытекала. Он все представлял в форме древа. И, соответственно, здесь тоже он и представил свою модель древа. Вот эта модель древа, за исключением планетарных соответствий, которые здесь не такие, как общепринятые сейчас, а точно соответствуются для меня. Кроме того, что у него, естественно, не было никаких цветов. То есть, чтобы понять, что цветовые соответствия древа жизни нужно расположить по цветам спектра, нужно было знать, что такое спектр. А об этом узнают только после открытия древа. И когда говорят, ну радуга же. Ну, почитайте трактату о радуге, начиная от Аристотеля по метеорологии. Нет, не видели там сеть цветов, сразу же говорю. Видели разные цвета и в разном порядке. Потому что цвета – это не форма объективного видения реальности. Цвета – это доминанты восприятия нашего сознания. О чем пытался доказать всю свою последующую жизнь Лютон после того, как сболтнул, что спектр цветов сели. А люди поняли это буквально. Это континуум. Вы можете красный поделить на 100, все остальные в один слить и так далее. Просто в нашей культуре принято видеть их там семь. Но их там нету семь. Их можно поделить на любое количество и наоборот слить в любое количество. Можно поделить одну какую-то особенно важную часть. То есть, на самом деле, когда мы их делим на семь, это же тоже не по интенсивности. Это тоже неравномерное деление. Вот и все. То есть, это всего лишь соответствовало некому культурному коду той эпохе. И он это озвучил. А потом закаялся после того, как он звучит. Потому что люди стали думать, что свет действительно делится на семь частей. А как был континуумом, так и остается континуумом. Ну вот у меня есть несколько даже наборов карандашей, где 180 цветов. А их смешивать можно. Это масляные карандаши друг на друга можно накладывать даже до трех слоев. То есть, вы понимаете, сколько можно получить вариантов, трижды накладывая со всеми возможными вариантами по 180. И глаз это отлично видит. Какой тут спектр. И естественно, когда вот такие модели начинают к истинеть и превращаться в клипот, в догму легкую. Вот это, соединившись с цветовыми соответствиями и потом соединившись с представлениями уже 19 века. Астрология тоже, надо сказать, сильно развивалась. Сейчас мало кто пользуется реально древней астрологией. Но откройте такой астрологический трактат. Самый влиятельный, наверное, в стуле европейской культуры. Это Пикатрикс. Арабский трактат. Астрология. Откройте, почитайте и попытайтесь сопоставить это с тем, что вы знаете из пропанной астрологии. Из того, что вы можете почитать на гороскопчике. И вы там не найдете никаких соответствий. А именно этой астрологией пользовали все европейские и философы, и герметические выслители на протяжении веков. Таким образом, даже сама структура обычного родного жизни является относительным делом. Потому что, что вы думаете, вот Пикатрик это сделал, вот публиковал. И все думают, ааа, прямо откровение от Христа. Ну помните, откровение от Христа сколько принималось? Ну да, Афанасий Великого. То же самое происходит и здесь. На протяжении последующих лет 150 еще возникают новые модели древа, жизни. И лишь, опять же, в второй половине 18 века впервые приходит идея, то что карта Таро, все 22 две карты Таро будут связаны с 22 буквами ибридом. 18 века? 18 века. 18 века. 18 века. А левиир? Ну, нет, конечно. То есть буквы ибридом, не знаю, не сильно, с картой Таро. Ну, Кухда Живерян, по-моему. Да, Кухда Живерян. Кухда Живерян. Соответственно, его первобытный мир, точнее, в приложении к нему, дана маленькая заметка Таро, где будут приведены все буквы ибридом и все карты Таро, но в противоположном порядке отсутствует. То есть, соответственно, мир будет альфа. Ну, перегордите и получите то, что хотите. Так что тогда появляется впервые идея, что карты Таро вообще хоть каким-то образом в эту структуру можно хоть как-то включить. Это, простите, вторая половина 18 века. И во вторую половину 18 века появляется еще вот такое замечательное древо жизни. Это Раби Илья бен Соломон, более известный как Раби. Его модель древа жизни используется сейчас, в том числе даже Драгон Руш, для так называемого древа жизни вопадения. На самом деле, это было обычное древо жизни, которое в эпоху века рационализма сделали просто абсолютно симметричным. То есть, здесь вместо сферы, отсутствующей доад, подняли тигурет, и Есот с Мальхут тоже картирули. И получилась идеально симметричная конструкция, что могло возникнуть естественно только вверх рационализма. Понятно, что когда в эпоху уже романтизма стали подходить к этой идее, в ней увидели некий утраченный мир. То есть, утраченный мир до Французской революции. Он не такой древний был, как великий древний. И как боги Лавка. Не правда. Хотя, в общем-то, боги Лавка тоже, скорее всего, относились примерно к 16 столице. Он же говорит о зданиях глубочайшей древности эпохи Георгианской. Ну, то есть, где-то рубежа 18-19 века. Георгианский стиль – это начало 19 века вообще. Вот. То есть, здание глубочайшей древности, описанное Лавкрафтом, и в момент жизни самого Лавкрафта, ему было примерно лет по 100. Так что его великим древним богам он пошли 200. Ну, тогда шо, 16 века, когда Саленский процесс, ну, не древний. Вот. Он же говорит о американской, соответственно, до этого момента поселенцев не было. Они еще в 16-17 веке-то друг друга кушали. Ну, да. Потому что там больше, в общем-то, в пустыне кушать особо не очень. И таким образом мы с вами, я попытался показать, что, естественно, когда мы говорим о модели клепатического древа, речь идет о том, что само по себе не клепатическое древо появилось только, во-первых, во второй половине 17 века, но в классической своей версии, соотнесенной с картами Таро, оформилось лишь на пороге Великой Французской революции. То есть этому явлению не так уж много лет. Поэтому приписывать древу клепот какую-то там иудейскую древность, то есть, во-первых, мы поняли, что оно ни разу не иудейское. Оно проистекает из христианской традиции построения вот этих родовых памятных древ. И, в общем-то, возникло, да, в приложении к иудейскому трактату, но опубликованному на латинском языке и ориентированному на христианского читателя-покупателя. Соответственно, что происходило дальше? Впервые о приписывании древу жизни обычному вот такому вот клепотической изнанки стал говорить Эрифас Леве. У него, на самом деле, есть много трактатов о Кабале, к сожалению, не опубликованы на русском языке и похожи на английском тоже. Есть подлинники, подлинники, благо, дело можно скачать при желании, вот, если обратиться в ту же, как она называется, ну, сайт Парижской национальной библиотеки. Но это, соответственно, будет на языке оригинала. Что там есть? Там есть, а клепот не так много, но он приводит ко всем сферот свои клепотические соответствия. А тем, которые мы знаем, те имена, которые мы знаем, которые стали популярны благодаря ордену Золотая Заря, их там в помине не было. Понятно, что вершину изнанка древа жизни возглавлялась по циферам. Это Харпачий. То есть это тот, кто первый отпал от Бога. Что происходило дальше? А дальше происходило следующее. Никому вплоть до работы кровли, до работы 1907 года, то есть начала 20 века, в голову не приходило в том, что с путями древа жизни можно тоже связать каких-то древа. Кроули в результате работ магических 1907 года автоматическим письмом получает 22 сигена. Но вообще, если быть правильным, честным, то 44 сигена. 22 для светлой стороны и 22 для изнаночной стороны. Это, соответственно, книга коротко называется Книга Тайн. Короткое название Книга Тайн. Она была опубликована в 1911 году с очень короткими комментариями самого Кроули, где впервые в истории, опять же, методом по сути чистой гласолалии, то есть методом случайного воспроизведения словов, исходя из базового первой буквы. Ну, предположим, у нас есть буква Али. Мы что-нибудь бармочем и получаем некое слово. Или записываем автоматическим письмом. Соответственно, из Али получился Амбродиас. Демон в пути, соответствующей букве Али. Значения у этого слова нет. Мы можем разложить его на корни из разных языков, но, в общем-то, это так же глупо, как в слове Дома Ра, искать все пристанище великого дипетского божества света. Подобной фигнёю любил заниматься Корнетграном. Очень. И его гематрии, и его каббалистические языковые изыскания меня поражали даже больше, чем Краулианские. Ну, Краули тоже любили. Краули тоже любили хотя бы Аб, Ра, Кат, Аб, Ра. Да, Краули и Брата Ра тоже любили этим злоупотреблять. Но у Гранта как-то это особенно безумно. У Краули, насколько я понимаю, это всегда прилагалось в качестве определённой юмористической составляющей, дополняющей, чествующей вполне обоснованную логическую лекцию. Более того, в общем-то, Краули был человеком исключительно Логоса. Человек, которому поверить в Анти Логос никак бы не смог. В общем-то, из-за этого они по большому счёту поздрялись за брата Махаба. А что касательно вот этой самой книги самого Краули, которую он никак сам не комментировал и не разрабатывал, книга называется целиком следующим образом. Книга Таэн Ату Тахути, то есть, получается, книга Таэн Старшего Аркана Второго, Кои Аса узрел в Аменти, то есть Кои Осирис, так называли Осирисом в начале XX века, узрел в Аменти, то есть в загробном царстве. Под номером 231. 231 – это суммарная цифра всех Старших Арканов Второго. Если вы прибавите к 1, 2, 3, 4, тогда 22, и уже 4, 33. И книга «Узлищ Клепот» и «Гениев Кихо». Это всё название, по сути, одной книги, где на одном листочке приводятся названия имена светлых ангелов и тёмных демонов и графемы, которые он зарисовал путём автоматического весьма. Каким-то образом в дальнейшем разрабатывать этот материал он не стал. Ну, а Картер Таро, как вы знаете, в конце своей жизни он написал «Монументальный Друд» или «Ток», который является по сей день одним листочком. Ну, наиболее авторитетно разработал эту тему. Но по тёмным арканам Кроули не написал ничего. Хотя из его комментариев к Гаэти, который, в общем-то, он, обманывая Мазекса, сказал, что перевёл, ну, неприятная была история, кто-то получить хотел деньги за непереведённый текст. Но, в общем-то, зато там есть комментарий весёлый. И в этом самом комментарии Кроули говорит о том, что, в общем-то, это силы, с которыми нужно работать. Сам по себе Кроули ничего против демонов не имел. Во-первых, он абсолютно связывал демона с изнаночной стороной нашего сознания, в Гаэти прямым текстом сказано, что демоны – это часть бессознательного. Напомню, что род Крейда в своём чистой форме будет сформировано уже в 90-е годы XIX века. То есть, когда, в общем-то, он выходит на то, что есть нечто, что к сознанию никак сведено быть не может. То есть, первая серьёзная работа Крейда в 90-е годы XIX века. Так что это раньше всё было. И, соответственно, Кроули пишет о том, что, в общем-то, демоны – это часть нашего бессознательного. И, как мы знаем из другой его работы, призывай чаще. То есть, Кроули, в общем-то, не был против этих тёмных работ, но вот к этим странным заколючкам, полученный мы, относился достаточно спорно. И никакой отдельной книги на эту тему не написал. Поэтому мы не знаем ничего. Вкладывал ли он какой-то смысл в имена этих демонов? Мог бы он как-то проинтерпетировать эти сиделы? Или он бы сказал, что это как книга закона, которую нельзя комментировать. Вот вам два тома на эту тему комментарии. И ещё вот мой друг напишет, да, он побольше ещё вам напишет. Вот. Потому что её же нельзя комментировать, поэтому я лучше вам только один том оставлю в наследие, да. А вот он напишет вам целый. Вот. Так что… И потом каждый уважающий себя телемит ещё тоже написал на эту тему. Вот. Но, а вот относительно узлич клепот, как-то Кроули побоивался, судя по всему. Потому что ещё была не же та традиция, в общем-то, что лучше этого не называть. Мы понимаем, что такой эзотеризм 19 века, да, эзотеризм так называемый светлый, эзотеризм… Да даже не Блаватская. Потому что Блаватская, знаете, как не так страшна Костанова, как тот, кто его читал. Вот. И относительно Блаватской может быть то же самое, да. Не так страшна Блаватская, которая, на самом деле, писала о тёмной стороне, наверное, больше, чем Кроули. Вот. Как тот, кто её читал. Которые очень благостные такие все. На Блаватскую постоянно Град, кстати, ссылается. Но его вполне все быстро. Ну, да. Кстати, как раз как на первого, кто стал много писать о тёмной стороне. Вот. Сам Кроули как-то очень с этим побарился работать. И, получается, несмотря на то, что он получил вот эти сигилы, они ни во что не могли вылиться на протяжении более чем полувека. Впервые магические работы, серьёзные с другой стороной, начинают в группе Коннота Гранта во второй половине двадцатого века. Когда точно эти работы начались сказать сложно, Грант любит очень не те даты давать. Ну, как и все, кто пишут о себе, любят что-то делать пораньше. То есть, если ему верить так с пятидесятых годов. Но. Но, судя по всему, наверное, с годов шестидесятых, а может быть даже с семидесятых. Но. Он обращается к иной стороне, действительно. И начинает активно интересоваться книгой тайн Алистера Кроули. Но. Лишь в семьдесят седьмом году. То есть, многие из вас уже, там, не знают, на свет появились, понимаете. Лишь в семьдесят седьмом году выходит книга Коннота Гранта «Ночная сторона Эдема». Надо сказать, несмотря на то, что эта книга полностью посвящена Амеру Калифот, толстенная вот такая книжица. Это самая вменяемая книга Гранта. Самая структурированная и самая вменяемая книга. Она была впервые переведена на русский в 2011 году. Издали «Перевьем это дерево», «Перевьем это три», что символично. Да. И так как Олегу у нас, Олегу презентовали эту книгу, вот, в году так в тринадцатом. Олег у нас не любит или поднял всякую, то Олег мне эту книгу продал. Так в тринадцатом году у меня появилась эта книга. Так. Так. Это подтвержденный факт. Вам больше давно отдала на кастанье. Вот, пересылал. И вы показали, сказали, что вы с этой гадостью точно горботать не будете. И я ее на вас купил. Дорого купил. Вот. Так мне в тринадцатом году попала эта книга. Что это за книга? Сейчас, на самом деле, из нее кусок большой издан издатель Стонганга, но это лишь кусок. То есть целиком книга эта все-таки была переведена только перевернутым деревом. В важном виде существует только в виде либо этих несчастных десяти экземпляров, либо плюс еще пять-шесть допечаток этих экземпляров. Я не знаю, сколько тут. Скорее нужно, как Алина, да? Алина задать вопрос. Которая большая дорога. Она может вам точно ответить. Может, Тринца делать. Что в этой книге мы встречаем? Лишь в этой книге впервые, заметьте, семьдесят седьмой год, мы встречаем подробную проработку тоннелей Сета. А наша тема с вами именно они. То есть, то, что можно превратить в клепатическую колоду Дема. Чем Кеннет Грант до конца жизни так и не занимался? Его эта тема не интересовала. Он занимался практической магией. Его не интересовали карты. Таким образом, лишь у Кеннета Гранта в ночной стороне Эдема мы встречаем с вами 22 теневых аркана, достаточно подробно описанных, но скорее описанных, как призывать эти силы, чем как могли бы они графически выглядеть. Он пользовался сигилами Алистера Кроули. Свои сигила он не создавал. И у Гранта, соответственно, при помощи цветового оформления сигил Кроули разработана идея, как входить туда. Он придумал для этого абсолютно безумную идею, что для каждого клепатического Демона ноты подходят. Затем он взял 22 ноты. Понятно, да? Когда он писал ноты, он, видать, не догадывался, что они бывают в разных октавах, и что в разных октавах это разные ноты. Лучше бы он герцами указывал. Но герцами он не слышал. Поэтому он написал какую-то предъятелю про ноты, но оставим на предъятеля на его совести. В общем-то, это далеко не самый худший мыслитель, а у Больтова, наверное, в оккультном мире один из самых сильных, а может даже самый сильный Град. Вот, в принципе, возможно, самый сильный мыслитель. Единственный постмодернистский эзотерик Сергеевский постмодернистский эзотерик. Все-таки он умер в 2011, относительно недавно, да? И это эзотерик, который стоял уже на пороге постмодернизма, при том, что, замерьте, все-таки Лакановская школа скорее модернистская. Да, Лакант в те же 70-е годы свои семинары базовые читает. У Гранда «Ночная сторона Эдема» – это тоже далеко не первая книга. Это его четвертая книга. Просто первые три были посвящены просто теневым аспектам учения Роули. Первая титонианская трилогия посвящена идеям темной стороны у эзотериков до Гранда. А вот, собственно, начиная с «Ночной стороны» Эдема, он разрабатывает идею перехода на эту тёмную сторону. И заметьте, через что Гранд предлагает туда ходить? Не через пробоину в сфере Мальхут ниже идти, как предлагали все путешествующие акультисты. Как, собственно, предлагали события. Был такой всем известный, наверное, уже Мессия, Шахтай Цмит, который возглавил событиянство. В общем-то, все эти хасибы, откуда же, по сути, генетически происходят. Он у нас получается тот, вторая половина семинадцатого века. Человек был больной, страдал всякими психическими заболеваниями, и надо сказать, что человек уже лечил. То есть тогда были люди, которые действительно занимались психически больными. Таким был Натан из Газа знаменитый. И Шахтай Цмит со своими видениями, от которых он никак не мог отделаться, поехал к Натану из Гази. А Натан из Газы был молодой и увлекающийся человек, а может быть решил раскрутиться и убедил этого психа, что он, в общем-то, иудейский Мессия. Что это и есть второе пришествие. Ну, для иудеев первое, для христиан второе. Ну, на самом деле там и христиане подключались многие. И он с этим психом стал ездить везде. И тот, в общем-то, как Мессия вещал, но смысл был в чем? В том, что идея, что Мессия должен спасти все зло в этом мире. Пока он не спасет все зло, мессианская эра не наступит. И, соответственно, вот эти страшные видения, а его накрывались жуткие депрессивные состояния, шоптая Цмит, и совершенно неудичайшие видения, Натан из Газы трактовал, как попытка спуститься в самые нижние клипатические миры, в которые может спуститься только Мессия. То есть ни один нормальный человек не выдержит этого, а он туда спускается, чтобы вытянуть их на поверхность и тем образом спасти. Таким образом, в классической Кабалеме, по крайней мере события, которая породила идущую вплоть до нынешних дней и развитую иудейскую мистическую традицию, а мы проходили в мир клипов ниже, чем, то есть это было подземелье, под иеромальку, да, преисподнее. Но Кеннет Гранд предлагает совсем другую модель. Он предлагает идти через циферу даат, которую соотносит с решухой. Вот речь. Кстати, очень интересное соотнесение, потому что он, да, соотносит, понятно, с английским dead, тут же и его знаменитые кучки с языками. Но именно здесь, согласно представлениям древних, душа человека находилась. Отсюда слово задушитель. Ну и собственно без шутка же само слово означает чистое, то есть это вот как раз вот это очищение. И соответственно, во-первых, это связывается с идеей, с одной стороны слово, а с другой стороны не слово, молчание, да, к противоположностью слова. С другой стороны, это связывается с интереснейшей идеей того, что изнанка древа жизни не предполагает поступенного восхождения или нисхождения. То есть по древу жизни мы можем только восходить плавно, как по масонским градусам. Здесь же это не лестница вниз, а отдельные прыжки. И лиловая зона, да, зона да, так называемая грант зону да, лиловая или сиреневая, через этот цвет можно было прыгать в эти антимеры в любом порядке. Потому что там нет последовательности. Вот в чем дело. И вот эта идея прыжков, прыжака лягушки, разработанная грантом Грантом, она, конечно, очень интересна. С одной стороны, она коррелирует с разоблаченной Кабалой. Вы видите, что все антисферот помещались в одном и том же крылке. Таким образом, между ними нет никакой проблемы доступности одной или относительно другой. Они все изнанка мира Мальхута. И заметьте, кстати, вот что любопытно по Кабале. Ведь если мы предполагаем обычный уровень эманаций из КТ вниз, ну эманаций, например, как это было приложено в классической греческой школу или плотина. Изливается одно в другое, третье, четвертое. Значит, каждое ниже лежащее, все выше лежащие себя тоже включают. Но если где-то как-то что-то добавляется, да, оно же там встает. Соответственно, Мальхут поэтому неслучайно на древней жизни изображалась максимально. То есть она многоцветная впервые. До этого все было возник. Цвета многоцветная сфера. И вот так вот она действительно включает все предшествующие сферы в себя. А если это у нас изнанка Мальхут, то в каком-то смысле там правда есть, честно говоря. Но прыгает. Но в них не нужно восходить. В них можно просто переключаться. Так же как внутри мира Мальхут мы можем найти проявления, там, хесер или гвуры. Но вот кто-то кого-то зарезал. Это что, это гвура или это Мальхут? Ну простите, это Мальхут. Причем тут гвура? Но это гвура, а в Мальхут. Понимаете? Вот в чем дело. То есть все проявления обычной материальной реальности, которую мы можем встретить в обыденной жизни, это не есть различные аспекты сферот. Это отблески сферот внутри того мира, где мы находимся. Нижнего мира. Мира, сотворенного. И прошу обратить внимание, как красиво это было в Каббале. Изначальный мир Катер, он происходит как бы из ничто. Но во всех этих каббалистических мирах не было смерти. Они начинались и они продолжались дальше. Последний мир, который замыкает эту неживную, всегда получает больше, чем хотелось бы, это Мальхут. И именно в нем, в качестве стока для текущей сверху энергии, мы получаем смерть. Тот же самый переход в ничто, который изначально предшествовал появление мироздания. Вот она, зеркальность. Действительно, Мальхут прибывает в Катера, Катер прибывает в Мальхут. И таким образом, получается, если мы понимаем Мальхут как возможность для любой работы с любыми клипами, соответственно, тогда действительно мы не должны там никак двигаться, продвигаться. Мы просто можем абсолютно в любом порядке работать с этими образами. Как с путями, так и с самими сферами. Но попасть в другую сторону мы можем лишь, это гениальная идея Катер, через дыру в древе жизни. А дыра в древе жизни всегда признается, где в бездне. Это дыра в древе жизни. Дыра в ступени восхождения, которую признавали еще со времен Золотой Зари. Что это то место, которое никак, как системность описано быть не может. Это дырка между ступенями. Таким образом, он не предлагает дадаат идти. Смысла идти дадаат, когда ее на древе жизни, в общем-то, нет. Он предлагает туда выиграть. Но вы попадете не в КТР, там, изнанку КТР. Вы попадете в Мальхутическую реальность, где отражается изнанка КТР. Таким образом, на самом деле, его концепция очень крутая. И, поэтому, может быть, отсюда проистекает его идея соотнесения цветов с миром ацами. Что, вроде как, дад может улавливать хитерические влияния. Но, что мне у Гранта не нравится? У Гранта мне не нравится то, что он делит, соответственно, очень жестко мир пополам. Есть вселенная А, это вселенная нашего выделенного опыта, в которой мы можем, правда, развиваться, и духовно, и физически, и материально. И вселенная В, это вселенные на бытия. Но их две, А и В, сидели на другое. А упал, и только шла. Что осталось? Здравствуйте! Здравствуйте! Братаха! Да, то есть, как раз, то и осталось в смешении нашем. Соответственно, остался Братаха. Но мы понимаем с вами отлично, что, как еще описывал Магрегор Мазерс в приложении «Разоблаченное Кабале», что чешую того дракона кое Левиафан, а Левиафаном он называет вот это вот кольцо, окружающее все клепот, которое и есть одиннадцатое. Помните число клепот одиннадцать? Многие думают, что это из аудоата. На самом деле, это не совсем так. У этого много причин. В общем-то, здесь мы, на самом деле, можем насчитать таких кругов, даже тринадцать, при желании. Сколько тут это? Десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать. Тринадцать штук. Ну, да. Но, в общем-то, если этим именуем все-таки, то вот этот больший круг именуется Мазерсом Левиафаном, и, соответственно, у него куча чешуй. Вот. Это либо Великий Дракон, он говорит, либо Бехмет, да, либо Бафомет, который, Бегемот, либо Левиафан. И у него тысячи чешуй. То есть, на самом деле, когда мы говорим с вами, вот с этого вот я хотел. Я понимаю, там еще у нас получается же, если мы вот эти вот, что он объединил, как один считаем, да, каждый, то получается восемь. То есть, как раз число до Ат. Да. Да. То есть, здесь получается их семь, на чем всегда настаивала, кстати, каббалистическая традиция. Было всегда семь проклятых земель и же с ними, да? То есть, там всегда изнанка семь. Ну, может быть, это было связано с семью днями творения, коих все-таки семьями шесть, да? Вот, если быть совсем уж дотошным. Может быть, это было связано с важностью символизма семьи в иудейской традиции. Помните семью клялись? Ну да. Числом семь в иудейской традиции клялись. Таким образом, изнанка семи, да, это глядко выступничать. Что, в общем-то, калипод могло спокойно пригости. Вот. Но здесь, соответственно, если это семь, да, семь царств Ада, в которых расположены десять калипод, и дополнительное восьмое, которое, в общем-то, сферой, да, в каком-то смысле и является. Смотря как считать, откуда. Но, я на чем хотел сосредоточиться? На том, что у Гранта остается вот этот татализм лицевой и обратной стороны. В общем-то, он почти, по сути, он метамодернист. Читать его тексты, особенно за пределами любого изога, относительно новые тексты, это, на самом деле, ад настоящий. Вот это клипатические тексты. Потому что, с точки зрения структуры, их нельзя читать никак. То есть, если говорят лакановский текст не читаемый, то это человек, который не читал Гранта. Потому что, вы понимаете, начинается описание нормального какого-то реклама, почти журналистского. После этого мы понимаем, что что-то деталей многовато. Потом эти детали начинают перерастать в какую-то психотню, абсолютно невменяемую. И мы понимаем, что перед нами уже абсолютно художественный текст. Который, то есть, речь идет, скорее, о внутреннем видении ритуала, а не о том, как он на самом деле проводил. Тут же начинают появляться скучнейшие фрагменты. И вот гематрии, когда он считает любое слово, можно подогнать все под что угодно, выкидывая ненужные буквы. Вот. Ну и тем более, всегда можно выбрать, какой гематрией мы пользуемся. Золотозаревской, обычной иудейской и греческой. Вот. Какая разница, если мы все равно пользуемся английскими языками? И, соответственно, то есть, можно доказать все что угодно. Этого блока очень много, он безумно скучен и совершенно не похож на рядом лежащие тексты, ибо художественность текста Гранта когда-нибудь художественно великолепна. Тут же этот текст может скатываться в какую-то дичайшую смесь того, что было модно в хоррорах 70-х. То есть, саспенс, тревожность, да, и сексуальность. То есть, как раз в хоррорах 70-х, когда впервые «Голое тело» по-нормальному решили показывать, или не порно кино, да, соответственно, появляются вот эти две составляющие, которые почти нераздельно связаны между собой. Но в 80-х это далеко не усиленно. Он работает в эти же годы, и вот у него вот этого полно, и оно безвкусно. Туда же добавляется какая-то совершеннейшая дичь из мифологии Лавкрафта, которого он считает, то есть, на виду с книгами Кроули или Блабадской, да, при том, что мы отлично знаем, что Лавкрафт знал об эзотерике только из Британики. Ну, там была глава-эзотерика, он ее прочел. Ну, вот. А там упоминался злой макарь после Лавкрафта, о котором, в общем-то, у Лавкрафт начавший всего и есть. Кроме несчастного того альфраза, о котором он сам придумал, да, вот, все остальное там обычно Ливи упоминается, и его страшный бафонет. Но представьте себе, если бы сейчас кто-нибудь на полном серьезе захотел бы проработать уровни, там, или создать свою колоду, там, по персонажам Стивена Кинга. Вот, наверное, такие безумцы найдутся, но, в общем-то, это не более чем безумно. И к этому всему у Гранта добавляется своя мифология, которую он все время пытается нарезать древнее произведение. То есть он пытается впалить в какую-то древнюю шумерскую религию. Откуда он это берет, он никак ни на что не ссылается. То есть, по сути, это берется, очевидно, из каких-то откровений, которые принимаются за данные. Ну, там немножко он, скажу, что это Бахафина, то он опирается во многом так очень. Ну, опять же, это не современные тексты, да, но, то есть, скорее всего, это нахватано никого вне, а не из текста. И, понимаете, самое страшное, что, несмотря на это все, периодически там возникают мысли, до которых, на мой взгляд, не дотягивала даже вся система бокала. И, более того, он периодически приходит за состояние психоза в себя и говорит, что вот то, что вот вы сейчас вот читали, это надо принимать как метафор. И что, проблема Макроу и Ахада была в том, что они понимали то, что видели буквально. И тут ты понимаешь, а что ты до этого читал? И самое страшное, что структурный анализ, классический советский структурный анализ, который лучший из всех структурных анализов, которые бывают по отношению к тексту, применить тексту Гранта невозможно. Я пробовал много раз. Он все время ускользает от пристального досмотра. И именно в этом он, с одной стороны, абсолютно клепотичен, ибо, если мы вспомним Натана из Газы, то клепот – это то, что не имеет божественной формы. Только форму. Но, если мы вспомним все остальные школы клепот, клепот – это то, что имеет чрезмерную фиксированную форму. Только форму как таковую. Да, без внутренней, ну нет, там есть искра. Эти бездумный свет, оставшийся следом божественного присутствия там есть, но это чрезмерная форма. Форма, которая блокирует движение этого света. И, с одной стороны, Грант нам дает текст, который нас абсолютно способен освободить и показать, насколько мы космы. В этом смысле он клепотичен в хорошем смысле слова. Он показывает разломы, через которые мы можем избыть то, чего не надо будет, как говорил Лакан. То есть, избыть излишнюю целостность и веру в то, что мы точно знаем, что мы знаем. С другой стороны, этот текст с точки зрения Шаптая Целии на тонах из газа абсолютно клепотичен, потому что тоннель, он не поддается никакому определению. Это то, что вот Линда Фаллори описывала как клепотические тоннели, которые ускользают от отклиговой диаметрии. Там все не пойми как, и второй раз, заходя в него, мы, в общем-то, заходим во что-то другое. И вот текст Гранта такой же. Но самое парадоксальное, что единственная его книга, которая не похожа на вот этот же психотический текст, как раз, скорее всего, начинает стартовая идея, которая посвящена меру Крым. И вот в ней его наиболее обменяем. А если хотите реально психотический текст почитать, то это вот за пределами ее новой зоны. И не знаю, можно ли ее скачать отсканированных, потому что их, как обычно, перевел на это дерево, для экземпляров 20 гривен, сучатая всего. Но я думаю, что, скорее всего, есть скаменный вариант, по крайней мере, в интернете ознакомиться. Вот это абсолютно психотический текст, потому что, если вы будете ему доверять, вы всегда обманетесь. Но если вы ему не будете доверять, если вы будете читать это как некое развлекательное чтиво, вы обманетесь дважды. И, то есть, если верить самому Гранту, то после каждого его летлава, а то и прямо во время, люди, на которых снисходили эти призываемые ими твари из иных миров, они там умирали. И если посчитать, сколько там померло, то, в общем-то, за свою карьеру он, наверное, извел всех эзотериков Британии. Так что, в общем-то, к этим книгам нужен особый подход. Значительно, в большей степени особый, чем человек привык, когда он открывает просто эзотерические тексты, даже краулянские. Но самое страшное, что даже у Гранта не возникла идея создать карты. И лишь в восемьдесят восьмом году впервые в истории выходит клепатическая колода Таро. Таро, Линда Фолорио, Таро Теней. А, там Таро танцев сделано. А Линда Фолорио еще жива. Она активно ставит лайки на мои карты. Но она есть на Фейсбуке, настоящая, неподдельная. И, соответственно, именно ее работа, долгая работа, работа длившаяся пятьдесят пять месяцев, магические практики, в которых она пыталась войти в эти тоннели, пользуясь методами Кеннета Гранта, с которым она состояла в Филиппийске вплоть до 2011 года, вплоть до года ее смерти. Ей это удалось, и она создала свою колоду Таро. В ее колоде есть целый ряд проблем. Остановлюсь на самых основных проблемах. Почему, собственно, я и начал создавать свою колоду. Первая проблема. Ее колода крайне не дифференцирована. То есть все карты не субъективны. Это образы, которые появлялись в результате сложной ризионерской работы. И эти образы, понимаете, они внешне. Ну, понимаете, бывает интуитивный интерфейс у программы, бывает неинтуитивный. Вот ее колода неинтуитивна. Из каждой карты исходит действительно интересный эффект Саспенса. То есть есть тревожные ожидания. Это хорошо сплачено. Но на подавляющем большинстве карт мы видим либо примерно одинаковые озлобленные рожи, либо сексуализированные обычно женские тела. То, в общем-то, недалеко уйдя от того, что я говорил о Реранте, и о его связи с Хорером 70-80-х. Это неприятно. Потому что, в общем-то, нам становится... Может показаться, исходя из этих карт, что все на той стороне, все по голову. Понимаете? Это не совсем так. Более того, ее колода не совсем является колодой. Потому что, хотя она полная, это 78 карт. Но ее придворные арканы, в общем-то, по ее же описаниям ничем не отличаются от неглипатического. То есть там нет никакой теневой признанки. То есть там нормальное описание обычных придворных карт. Новые названия, например, типа жрец или пинхия. Ну, в общем-то... Ну, там, опять же, страшные рожи, естественно, на русском. Но ничего более там не принадлежно. Что касательно младшего аркана, там вообще все сложно. Она предполагает для него использование 70 тел демонов Грети. Таким образом, она их делит пополам, и прямая как-то один демон перевернутая другой. Но изображена печать только одного демона с одной стороны. И самое главное, что ее младший аркан не значит ничего. То есть во всей ее толстенной книге каждому демону Грети приводится лишь описание самой Грети. Например, что этого демона, например, нужно загнать в треугольник, иначе он вам брать будет. Ну, вот вытянул я Паймона на сегодня. И что? А если я вытянул Паймона и Беэля? Вот поменяется ли мой мир на сегодня относительно того момента, когда я вытянул одного Паймона? Так что, в общем-то, к какому месту прикладывать ее младший аркан, не знала даже сама Алина Фелорио, о чем и написала в книге. Потому что в ее книге значений там младшего аркана нет. У придворного аркана значения обличные нечиненные, за исключением карт, связанных с землей. То есть, чем ниже, тем хуже. А верхние миры там просто, фактически, ну чуть и не с того года переписаны. Что касательно офисаний, которые она дает своему старшему аркану, двадцати двум картам. Они интересны, но с одной стороны очень туманны. Она часто не описывает даже, в общем-то, что на ее картине не дорисовано. С другой стороны, чересчур конкретно. И конкретно, по типу, знаете, таких истин, что после осени зима приходит, а после зимы весна приходит. И, в общем-то, самое неприятное в ее книге, а не в колоде, в колоде этого нет, в том, что, в общем-то, она трактует эти силы совсем не так, как их трактовал Грант. Для Гранта это все-таки разрыв. Та реальность, которая всегда не сводима к самой себе. А для нее это та обратная сторона, которая необходима, чтобы уравновесить сверху страну. В общем, U-Edge, здравствуй и так далее. О чем она пишет, то есть можно после каждого старшего аркана прочесть, для чего он нужен. То есть вот эта амплодиаз может пригодиться человеку, чтобы снять барьеры какие-нибудь, или чтобы там. Самое забавное, что в этих диагнозах медицинских подчасти, потому что, кстати, она профессиональный психолог, с образованием би-гипнотизер, с образованием профессиональным. И там есть и передоз. Как у любого лекарства, да, есть передозировка и побочные эффекты. Там тоже на каждый аркан написано, что у вас давление может погляться и так далее. То есть передоз причем идет не психического толка, а вполне физического. И это мне не нравится. То есть вот такая буквальная конкретика, зачастую примитивная с точки зрения философии. Линда Фолорио, конечно, по уровню мышления до Гранта не дотягивает от слова никак. До Гранта вообще не знаю, кто дотягивает. Даже сам Грант до Гранта не дотягивает. Как известно из шутки про Наполеон, да, что псих не только тот, кто называет себя Наполеоном, не будучи. Но псих был бы даже Наполеоном, называющий себя Наполеоном. Ну, и в этом есть доля правды. И все вышеописанное, естественно, заставило меня обратиться к идее создания своей собственной окологии. Второй, о которой я и буду говорить на все последующих лекциях. Как я сегодня покажу первый саптанер. Нас 10 минут. Карта, действительно, с огромным количеством отсылок ко всему. И к традиции Краули, когда я использую его сиклины. И к традиции Гранта, когда я иногда пользуюсь его цветовой штабой. Забуто за что. Забуто за что, это же символы леет. Ну, вот она, символ Ахина в том числе, да. Кстати, да. Рыбка к духовному потянулась и ее взяли. Вы идите из зоны комфорта. Еще из зоны комфорта. Рыбка думала, что там Луна, да. Ну, ее взяли из зоны комфорта. Ну, правда, Луна. Вон еще две Луны. Соответственно, я попытался, ну, как вы видите, отыграть в том числе абсолютно Краулианскую парадигму. То есть там и тигрик, и крокодилов что-то был, да и башка, в общем-то, его же только с задней стороны. А в какую сторону смотрел суд, мы не знали, да. То есть там может тоже пасть страшно. Вот. И я пользуюсь, понимаете, я понял, как можно создать идеальную систему клепатических соответствий. Это должна быть система с нарушением. Она должна быть именно системой. То есть Фонорио утратила логику системы. А это должна быть именно система, но в которую идея отклонения от системы включена изначально. В которую включена идея разрыва. Поэтому я пользуюсь и сиделами Краули. Но когда мне кажется, что они очень смешные, там есть котик такой дивный, такой прям няшный-няшный, такой, как котики-сепиротики. Я, соответственно, это заменяю. Или, допустим, если мне кажется, что у сидела там недостаточно соответствует, я ее могу немного изменить. То есть где-то я сидел и прям совсем менял. Где-то их мутировал, где-то отклонялся от них, а где-то воспроизводил точно. Где-то я беру цветовую шкалу соответствий Гранта, вот прям буквально. И в подавляющем большинстве случаев, чтобы это была система, это так. Но из этой системы все время я делаю разломы. Чтобы ни в чем не было окончательности. И в то же самое время, чтобы в ней присутствовала вся предшествующая традиция. Единственное, что я миную, здесь нету никаких отсылок к сигелам Драгон Руш. Есть вторая система сигел, которые были разработаны в ордене Драгон Руш. Там, соответственно, Карлсон тоже получал методом автоматического письма делать другие сигелы. Его сигелы не похожи на краулианские никаким образом. Но, помните, я вам рассказывал про догму и волюнтаризм. Все эзотерики пошли по догме. От краулианских сигел и книги Гранта. Когда появилась вторая Линда Фолорева, еще человек пять-шесть создали абсолютно фолорианские карты такие же. Скорее, они балансировали между чистыми сигелами на краули и логикой по логике. Но это были лишь дубры, отголоски. Карлсон, Томас, кажется, его зовут, Томас Карлсон и Драгон Руш пошли путем чистого эзотеризма. Они сказали, а вот все, что до этого было фигня, а мы видим новый образ новых липов. И создали свою систему. Я решил сочетать всю предшествующую традицию, правда, виновав волюнтаризм, хотя отлично отношусь к Карлсону, самому по себе ему текстом, а не ввиняемому образовом, но я решил из традиции сделать систему и постоянно вперед к логике. Таким образом, я точно соответствую тому, что я вам с самого начала пытался объяснить, как та ситуация с миром клепот, в которую мы постоянно с вами встречаемся. То есть клепот, как ловушка, это как раз клепот, который мы точно можем разложить. По сути, клепот могут стать самые обычные старшие арканы. И для большинства они именно ими являются. Особенно, если он пользуется маленькой берегой книжечкой. Тогда они для него особенно клепотичны. Либо, если он пользуется, не знаю, там, Таро Тота, как богмой. Таро Тота и приложенный к ней соответствующей книгой Тота. Или, допустим, ключ к Таро Уэйту он возводит в основном. Что вот все, что написано в ключе к Таро Уэйту, вот все только это о Таро Уэйте и можно сказать. И соответственно, ну вот вам клепот, в чистой форме. И я попытался избежать вот этого. И мои карты, которые, кстати, создавались мной, будучи человеком, который вообще впервые в жизни рисовал. Я никогда до этого не рисовал. Мог нарисовать только эти ножки, ручки, огурек. Вот и вышел. Ну вот. Тут, соответственно, как вы понимаете, сложные рисунки. Это большие очень рисунки. Это на картооне, это пастелью сделано. Боль того, многие из них сделаны вообще мелками. То есть даже не карандашами пастелью, а здоровенными мелками. Вот кровь, например. Вот это чистый мелкаменный рисунок. На третяков вспоминается Господь наш проз. Всего лишь кровь он нас не видит. Был даже Картариас тоже в таком сцене. Вот, вы видите, такие карты. Вот. Это первый саптанер, потому вот это особенно мне нравится. Макшен. Макшен, да. Таких частных встреч. Которых переламывает все. Ты приходишь и сидит такая хайля. И, в общем-то, весь, вся воля, которая у тебя была магическая, на этот момент обламывается разным как всегда. Вот. И больше желание в этой области хоть как-то проявить себя, отпадая от нас в всю жизнь. Вот. Это барат хиро. Вот. Ну, как вы понимаете, согласно идее Ганда Тагранта, в обратной стороне время идет в обратную сторону. Таким образом, там человек постепенно переходит к обезьяне. И самое страшное, опять же, с его точки зрения, не закостереть на образе животного, а идти дальше. И идти дальше в большом взрыве. Выйти за его пределы. Почему у меня вам вроде, если свет со мной ставит. Выйти за его пределы, потому что только там есть нечто незапонимое. Потому что, идя в сторону Кетер, простите, вы приходите к Богу, который вокруг себя, он мир, он ушел, да, чтобы сотворить наш мир. Но он все остальное заполняет. Поэтому, когда вы приходите туда, вы оказывается самой страшной перепотней. Потому что там у вас не надо было. Там и так уже полнота. Там некуда добавить, ничего больше. А здесь та самая пустота, тот самый объект маленького Алла Кановский, да, который в качестве воронки может утянуть что-то, избыть нечто. Таким образом, мы с вами в течение всех последующих лекций будем рассматривать подробно мои карты Торо. Я буду останавливаться на картах Линды Фолорио. Я буду останавливаться на комментариях к Тоннелям и Геннета Гранта. И буду Сигелы свои показывать. И Дорогогружевские буду показывать. Мне не жалко. Но сегодня у меня основная идея была именно в том, чтобы показать вам клепот как бы с уной стороны. Как бы это парадоксально не прозвучало, ибо клепот это и есть ситра, иная сторона. Я хотел показать с неожиданной стороны, с той, которая и так всегда с нами. Чтоб люди не боялись, не говорили, что, а, вот там какая-то новая непонятная темная колода. Здесь есть время, наверное, я лежу туда, без двух минут. Соответственно, чтобы люди не говорили, что это всё тёмное, я от этого далёк, я вот такой буду, что-то там гонку себе повешу. Так нет. Тёмное оно всегда с нами, понимаете. И дай Бог, чтобы при помощи вот этих карт это хотя бы отчасти в себе разглядывать и начать хоть какое-то приближение к тому танцу реальности, которую я вначале обозначил как развитие. Постоянный процесс становления, без возможности остановиться. Тогда клепот станут для вас дверью в мир развития, а не теми узлищами, которые у нас вот так в избитке имеются. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...